Здравствуйте! Мы начинаем очередное заседание нашей школы и говорить мы сегодня будем об Украине. И я хочу начать с того, чтобы сказать, как иногда приятно ошибаться. Вот я ошибся. В начале февраля, когда мы с моей коллегой Еленой Георгиевной Пономаревой обсуждали вопрос, сможем ли мы взять Крым, я был пессимист и говорил, что процентов 10, что мы возьмем Крым, не удастся зацепить, потому что Запад будет реагировать жестко, а у нашей власти не хватит духу. Она наоборот говорила, что процентов 90 мы возьмем Крым, ну и процентов 10, что не получится. Она оказалась права, а я оказался неправ. И безусловно, вот это воссоединение с Крымом, это очень важная веха. Я недавно давал интервью на одном из телеканалов, я сказал, что это конец, действительно конец, уже по-настоящему конец той позорной эпохи, которая началась 2-3 декабря 1989 года на Мальте, когда Горбачев сдал Бушу старшему абсолютно все, даже то, что его и не просили. Затем была сдача всего, чего только можно. Потом уже в путинское правление начались просветы, была война 08-08-08, но после этого мы не поддержали Ливию. Правда, мы уперлись по Сирии, но это все далеко, это все не земли русского мира. И вот украинская ситуация Крым, это совершенно новая ситуация. Мы начали возвращать свои пяди и крохи. Начали делать то, что делали московские князья в 14-15 веках, что делали первые Романовы, что делала сталинская система в 30-е годы. И все это уход из зоны поражений исторических. Но дело в том, что уход из исторической зоны поражений это не только внешние вещи. Это нарушение, мы разрушаем сейчас статус-кво, который сложился в мире в 1991-1994 годах. То есть разрушение Советского Союза, урановая сделка, расстрел Белого дома, Будапештские соглашения. Но преодоление поражений имеет не только внешний аспект, но и внутренний. Поскольку Ельцинщина породила целый слой тех, кого наш президент назвал национал-предателями. То есть пятая колонна, которые присутствуют практически и во власти, и в бизнесе, и в СМИ. И которые, в общем-то, показали себя во время крымских событий. Это был действительно момент истины, момент выбора. Стало совершенно понятно, с кем вы мастера культуры разных совершенно сфер. И это еще был очень важный опыт. Вот почему. Можно было посмотреть на действия двойных стандартов воочию. Как работают двойные стандарты. Например, когда-то, когда британцы присоединяли Фолклендские острова, они говорили, ну как же так? Ведь на референде жители Фолклендских островов высказались все за присоединение к Великобритании. И этого достаточно. Крым аналогичная ситуация, но это другая совершенно вещь. Значит, сегодня мы поговорим об украинской ситуации под несколькими углами. Дело в том, что украинская ситуация, как вообще все большие ситуации, она многомерная. Там много различных аспектов, которые привели к тому, что вышло. И дело здесь не только в противостоянии России и Запада. Там много чего и другого. Поэтому, во-первых, все началось с конфликта внутри олигархии, олигархата украинского. И Владимир Матвеев, замечательный аналитик, я вам очень рекомендую посмотреть этого человека в сети. Он пишет, у него несколько монографий висят в сети. Причем, такие книги, которые может читать не только ученый человек, любой человек с высшим образованием. Он очень много занимался темой массат на Украине. Ему постоянно угрожали. Вот сейчас у него проблема вообще, так сказать, выезда. Ему нужно выехать с Украины. Значит, мы поговорим об олигархах. Затем мы поговорим о западном интересе, потому что у европейцев и американцев разный интерес. Об интересе Израиля. Потом, так сказать, пробежимся по основным событиям, которые начались бандеровско-американским переворотом в Киеве. И вот заканчивают. И сейчас они продолжаются. Значит, первое, это украинские бизнес-кланы. Поскольку аналитики, тот же Матвеев, предупреждали еще в 2012 году, что в 2013 году конфликт между бизнес-кланами на Украине, между олигархами, будет очень-очень жестким. Так оно и вышло. Значит, что такое кланы на Украине? Нам сейчас нужно понять расстановку сил в конце 2013 года. Значит, это четыре основных клана. Первый, это донецкие кланы. Это Ренат Ахметов. Состояние оценивается в 16 миллиардов долларов. В основном, основные интересы – металлургия. Ну, к этому клану также относятся Борис Колесников, Клюевы, Иванющенко. Второй клан – это семья Януковича. Они контролируют в основном таможню, сельское хозяйство, инфраструктуру. По сравнению с другими кланами, этот клан победнее, но зато у них были очень мощные административные позиции. И заслуга, в кавычках, Януковича заключается в том, что за его президентство на Украине было покончено с социальным государством. Точнее, с его остатками. Потому что рушить социальное государство на Украине начали с самого начала, со времен Кучмы. Ющенко и Тимошенко добавили к этому очень много. Ну, а Янукович, в общем-то, добил социальное государство. Очень интересно посмотреть на динамику роста числа миллиардеров. В 2010 году миллиардеров на Украине было 8, а в 2011 уже 21. Режим Януковича – это режим, который очень благоприятствовал росту числа миллиардеров. Главными спонсорами Януковича были Ренат Ахметов и Фирташ. Причем у них было разделение труда. Ахметов контролировал правительство, а Фирташ – администрацию президента. Следующий очень крупный блок – Фирташ. Это Росукренерго, энергетика и химия. Это главный партнер Ротшильдов на Украине. Один из главных советников Фирташа – это Шетлер Джонс. Я чуть позже о нем скажу. Это бизнесмен из группы Ротшильдов. И, кроме того, это человек из Ми-6. Вообще, нужно сказать, что в крупных британских компаниях, например, в корпорации De Beers, в вообще крупных британских компаниях, чтобы занять какой-то серьезный пост, нужно обязательно пройти Ми-6. То есть, чужие там не ходят. Следующая – бизнес-группа «Приват». Это самая интересная группа. Это группа Игоря Коломойского. Состояние Коломойского – 3 миллиарда долларов. Значит, ну, его партнер Александр Боголюбов. Это очень… Коломойский – это очень интересный персонаж. И не только потому, что он назвал нашего президента шизофреником. Вот. Это человек, в общем-то сказать, мотор вот того, что сейчас происходит на Украине. Родился в 63-м году. Еврей очень активно поддерживает группу хасидов. И, ну, это не секты, это направление Хаббат. Главный спонсор Днепропетровской еврейской общины – давний приятель Березовского. У него примерно 200 предприятий контролирует. Значит, 40% Укрнафта. СМИ – большой любитель футбола. Ему принадлежат клубы Днепр из Днепропетровска. Ему принадлежит Киевский Арсенал и Тель-Авивский Хапоэль. Он вице-президент Федерации футбола Украины. Президент тоже миллионер. Правда, не такой крутой, как Коломойский. Это сурки, с которым лежит Киевская Динамо. В СМИ регулярно появляется информация о связях Коломойского с международным криминалитетом. Очень хотел скупить активы Севастополя. Вот он уже был на грани скупки активов Севастополя. Спонсор Ющенко, Тимошенко, Кличко. И, как это ни парадоксально, ультранационалиста Тигнебока. Казалось бы, странная вещь. Еврей Коломойский поддерживает ультранационалиста Тигнебока. Но дело в том, что главная цель Тигнебока – это стравить украинцев и русских. Поэтому его ультранационализм не является антисемитским. Отдельное место на Украине занимает группа, о которой стараются не писать. Это, во-первых, группа Пинчука. Это зять Кучмы. Люди Пинчука – это Тигибко и Яценюк. И эксперты, например, Матвеев, о котором я вам уже говорил. И о котором я вам рекомендую обязательно посмотреть. Потому что это очень высокий уровень экспертизы. Пинчук очень тесно связан с Соединенными Штатами и с британской разведкой Ми-6. Ну и, наконец, еще одна часть украинского бизнеса. Про нее предпочитают не писать эксперты. Это бизнес, связанный с торговлей оружием, военным техниками и наркотиками. Эксперты называют десятки фамилий. Главные из них – это Вадим Рабинович, гражданин Израиля, Украины и Венгрии. Сергей Максимов и семья Деркачей. Старший из Деркачей – Леонид Деркач. Он был когда-то начальником СБУ Украины. Ну и вот теперь ему и карта в руки. Он торгует оружием. Виктор Рабинович – очень интересный персонаж. Поддерживает партию геев и лесбиянок «Радуга». И вот это киевских феминисток группы «Фемен». Очень часто грызется с другими еврейскими олигархами. Вообще нужно сказать, что ситуация на Украине характеризуется тем, что там нет единого политического центра. И это транслируется и на еврейскую общину Украины. Там тоже нет единого центра. Там идет постоянная грызня за навязывание своей точки зрения. И, кроме того, очень острые противоречия между светской частью и между теми, кто поддерживает хасидов и хабадников. Ну, например, очень острые противоречия по поводу строительства мемориала в Бабьем Яру. Коломойский хочет, чтобы там были обязательно и синагоги, и культовые сооружения. А вот Зисельс и Нахманович говорят, нет, это должно быть абсолютно светская вещь. И там идут очень жесткие противоречия. Или, например, Коломойский в 2011 году создает европейский и еврейский парламент, который заседает в европейском парламенте. И это такой, так сказать, с уклоном в хасидизм и в хабад. А вот светская группа, это, например, группа Мошея Вячеслава Кантора, они не приняли, не восприняли это все. И там идет очень такое жесткое противостояние. Есть забавные ситуации. Например, Коломойский поддерживает хабад. Хабад на выборах поддержал Януковича. А Коломойский активно выступает против Януковича. И вот весь этот клубок противоречий, он накалился в 2013 году. Он принял очень острые формы. Причем жадность и тупость мафиозного клана Януковича, она проявлялась даже в том, что его клан обложил данью не только средний бизнес, но и даже в мелкие. И они влезли, пытаясь... Ну, в общем, там 60% нужно платить было этой семье. То есть, те люди, которые вышли чуть позже, я об этом подробнее скажу, они исходно вышли на Майдан, их можно было понять, потому что этот клан их достал. Другое дело, кто этим воспользовался. И как писали о революции 1848 года Маркс Энгельс, теперь мы знаем, какую роль в революциях играет глупость, и как негодяи умеют ее использовать. Значит, это вот что касается украинских олигархов. Следующие игроки на украинском поле. Ротшильды и Рокфеллеры. Ротшильды вошли на Украину сразу же, как только Украина оказалась в 1991 году свободной от Советского Союза. Группа Ротшильда зашла в 1991-1995 годах, и туда же зашла Ми-6, которая чувствовала себя вольготно. Вообще, нужно сказать, что вольготно на Украине чувствовали себя все западные спецслужбы, поэтому некоторые эксперты называют Украину песочницей для игр спецслужб. ЦРУ имеет совершенно, у них выделенный этаж. Это сейчас вот прошла информация, но те люди, которые у нас под прикрытием работали на Украине в конце 90-х, они уже тогда говорили, что СБУ это филиал ФБР и филиал ЦРУ. Они активно там работали. БНД работала очень активно со своим бандеровским подпольем, ну и Ми-6 работала, так сказать, незаметнее. Про израильские разведки я вообще уже не говорю, об этом чуть подробнее позже. Они себя тоже, там все себя чувствовали очень вольготно. Главным партнером Ротшильда сходу стал Фирташ, а его партнером со стороны Ротшильдов Роберт Шеттлер Джонс. Именно его эксперты называют инициатором газовых войн между Украиной и Россией. Именно он стравливал Украину и Россию по поводу газа. Группа Ротшильдов, внимание, активна на востоке Украины. Это та зона, которую они стараются прибрать к рукам. Там действует, и особенно Днепропетровский регион. Там действует банк Ротшильд и Ворпа и их Royal Dutch Shell. То есть, интересы Ротшильдов наиболее активно вступают в противоречие с интересами России. Вообще, когда мы говорим там интересы США, интересы Великобритании, нужно помнить, что есть разные группы интересов в этих странах. Поэтому не случайно замечательный французский геополитик Александр Дельваль говорит не о политике Соединенных Штатов внешней, а о внешних политиках Соединенных Штатов. Разные кланы, кланы, которые стоят за Обамой, им нужно одно. Кланы, которые стоят за Нелконами, им нужно совершенно другое. И это действительно разные внешние политики. Группа Ротшильдов активно использует кризис и управляемый мировыми игроками хаос для скупки собственности на Украине, но также в Центральной Азии, по возможности в Российской Федерации. То есть, речь идет об установлении контроля над ресурсными экономиками. И вот это очень важная вещь. Рокфеллеры, их интересы скромнее. Например, корпорация «Шеврон», которая в зоне Рокфеллеров, но фактически Янукович отдал им Ивано-Франковскую область. И трудно сказать, принадлежит это Ивано-Франковской области Украине или это принадлежит корпорации «Шеврон». Рокфеллера в большей степени интересует Запад Украины, чем Восток. Следующий игрок. Израиль на Украине. Он представлен на Украине практически всеми спецслужбами. МОСАД, в том числе управление Камемиют. Это есть такое управление в МОСАДе, которое занимается физическим устранением противников МОСАДА. Например, именно это управление Камемиют, что означает на иврите суверенитет. Вот это они убивали иранских ядерщиков. Действует очень эффективно, как вообще МОСАД. Дальше. ОМАН, военная разведка, которая подчиняется премьер-министру. Шабак, служба общей безопасности. Шинбет, Натив. Вот они все активно присутствуют на Украине. Нынешний посол Израиля на Украине это Рувен Динель. Это экс-резидент МОСАД странах СНГ, который был выдворен из Москвы. На Украине его приняли в качестве посла. А Влад Лернер из Натива, это первый секретарь посольства Израиля. В этом отношении, конечно, нужно отдать должное тому, как израильские разведки работают на Украине. И еще одна вещь, которую четко нужно знать. МОСАД действует в тесном контакте с ЦРУ и с МИ-6. То есть, это единый такой вот горыноч разведок, который решает свои задачи. Очень активно все западные разведки, под западным я имею в виду Израиль, хотя он находится не на западе, но это западный анклав. Они все активно работают в вузах Украины. В этом году я читал лекции на Селигере, и ребята из Киева рассказывали, что практически во всех крупных высших учебных заведениях на Украине, особенно в Киеве, есть НАТОвская комната, есть НАТОвское отделение. Если ты хочешь сделать карьеру, ты должен там прослушать несколько курсов. То есть, работа ведется вот такая. Не отстают от МОСАД и англо-американские спецслужбы под видом поиска, вот израильская разведка, что они делают, под видом поиска евреев или еврейских корней у студентов, они стараются отбирать вообще всех талантливых студентов перспективных и отправляют их учиться на Запад. Ну что же, это вообще правильная практика. Я вам должен сказать, что из тех университетов на Западе, где я преподавал, Колумбийский, Ельский, Нью-Йоркский, самый сильный университет, в котором я преподавал, это Центральный Европейский университет Сороса, где обучаются в основном, не в основном, а просто только евреи, причем очень хорошо подготовлены, отобраны. Например, в том курсе, где я читал лекции, было трое ребят из России. Это не Москва, это был Архангельск, Иваново и Питер. Ребята были действительно отобраны по-настоящему сильные, и я должен сказать, что Центральный Европейский университет, и это единственный университет, где я когда читал лекции, я имел дело не столько со студентами, сколько с младшими коллегами. Я вам хочу сказать, кстати, что норма чтения в Центральном Европейском университете 400 страниц в день, как у товарища Сталина. Многие не выдерживают. И я знаю, например, студентку из РГГУ, которая поучилась месяц, сказала, что просто физически больше не может и поехала домой. Потому что, да, и чтение, естественно, на английском, но также приветствуется, чем больше языков, тем больше это приветствуется. Давайте посмотрим на ситуацию на Украине, Украины и вокруг Украины в более широком мировом контексте с точки зрения той роли, которую отводит Украине коллективный Запад в своих разнообразных играх. Первое, это борьба с Россией, второе, противостояние с Китаем, и третье, это в плане развязывания войны на Ближнем Востоке. Повторяю, далеко не все группы на Западе готовы развязать войну на Ближнем Востоке, но довольно многие в этом заинтересованы. На Ближнем Востоке в этом заинтересованы также Саудовская Аравия и Израиль по целому ряду причин. И вот эти три вектора, они сходятся на Украине. Все три плана объединяются в один. Это глобальный геоэкономический и геополитический передел активов в ходе мирового экономического кризиса. Правда, вот эта елоустанская угроза, она может внести вообще, я имею ввиду супервулкан, она может вообще внести, полностью изменить правила игры сейчас, потому что супервулкан может решить те проблемы для западной верхушки, которые они пытаются решить в течение последних 50-60 лет и никак не могут. А извержение вулкана эти проблемы может решить. Значит, ну это отдельная тема. Значит, давайте посмотрим, как складывалась ситуация, которая предшествовала нынешней. 91-й год, разрушен СССР, 10 лет грабежа, и американцы разбираются с вопросом, добивать или не добивать. Вроде не нужно добивать, потому что тогда китайцам достанется, кроме того, казалось, что и так ельцинская команда катит страну вниз. И вдруг происходит в 2001 году взрыв в Нью-Йорке, и вектор политики американский смещается на Ближний Восток, они оказались заняты на Ближнем Востоке. То есть, произошло отвлечение от цели. Затем Ирак, Афганистан, и за это время Российская Федерация получила пространство для вдоха, она встает на ноги. Затем война 08-08-08, которая показала Западу, что что-то они упустили с Россией. Затем был Медведевский эпизод, где мы не прореагировали на Ливию. Ну и, по-видимому, вот это 08-08-08, а потом приход Путина к власти, вопреки давлению Запада и наша позиция по Сирии, они изменили подход к России у тех групп, которые привели к власти Обаму. И здесь нужно отметить две вещи. Есть военная доктрина Обамы, которую он сформулировал 11 ноября 2011 года, выступая в австралийском парламенте. И есть новая военная доктрина США, которую Обама сформулировал 5 января 2012 года. Ну, военная доктрина США, новая, 5 января 2012 года, там зафиксировано, что США могут вести одну войну и какие-то непрямые действия в других частях мира. Раньше было две войны, то есть, силёнок не хватает. А вот более интересные вещи, это то, что он сказал 17 ноября 2011 года, выступая в австралийском парламенте. Это было такой в туманной манере Обама, но если называть вещи своими именами, то первое в этой доктрине – политика экономической окружения Китая, контроль над потоками энергоносителей в Китай, отсюда перемены, так сказать, перемещение военно-морской мощи в зону проливов, между Индийским и Тихим океанами. Кстати, поэтому для Китая так важны сухопутные энергопотоки, потому что морские американцы могут перебить очень легко. И второе – давление на Российскую Федерацию, как на союзника Китая и как на страну, которая начала подниматься. Вообще здесь, в принципе, Обама ничего нового не сказал. Есть такая организация – Stratfor, Strategic Force. Это такое частное ЦРУ. Так вот, его организатор и первый начальник Фридман откровенно совершенно сказал, что главная задача Соединенных Штатов – это дестабилизация Евразии. Чтобы здесь никогда не возникло государство или группа государств, которые могут бросить вызов Соединенных Штатов. И вот ключевой регион для решения китайской и российской проблемы – это Ближний Восток. Он важен и сам по себе. Это нефть, это Иран, Каспий, особенно Азербайджан. Кстати, обратите внимание на Азербайджан. Это верный, здесь нужно сказать, иллюзий никаких не нужно питать, это верный союзник Израиля и Соединенных Штатов. Это страна, которая качает нефть в Израиль и на Украину, которая получает оружие от США, Украины и Израиля. И где израильские советники очень активно работают с азербайджанской армией. Правда, я не думаю, что в случае конфликта с армянами, которые хорошие вояки, азербайджанская армия будет действовать лучше, чем она действовала до сих пор. Но то, что она сейчас более умелая и лучше обученная – это факт. Цели заинтересованных сторон на Ближнем Востоке. Значит, Обама, ну, когда я говорю Обама, это значит кланы, которые стоят за Обамой. Я по поводу Обамы своей точки зрения не изменил. Когда-то с генералом Овчинским, когда только Обама стал президентом, мы написали статью «Президент Картонка». А мы своей точки зрения с ним не изменили. Так вот, когда я говорю Обама, естественно, это кланы, которые стоят за Обамой. Эти кланы с самого начала хотели улучшить отношения с Ираном. В ущерб отношениям с Израилем, естественно. Почему, чем выгоден Иран для Соединенных Штатов? Представьте, Иран – это союзник США. Во-первых, это намного более крупная страна, чем Израиль. Занимает великолепное геополитическое положение. Ресурсы великолепные. Если Иран – союзник США, то создается ось Иран-Индия, противостоящая Китаю, противостоящая России. Кроме того, все равно сохраняется напряженность. У Израиля – это напряженность еврейского государства арабов, а у Ирана – шиитского – это напряженность с суннитскими монархиями, прежде всего Саудовской Аравией. То есть напряженность сохраняется. И Обама сделал целый ряд шагов, которые направлены были на улучшение отношений с Ираном. И как раз именно тогда пошла волна публикаций, что Соединенные Штаты сдадут Израиль. Но Обама оказался под мощнейшим давлением различных групп, в том числе произраильского лобби. И улучшение отношений с Ираном пока не получается. Но самое интересное, что и улучшение отношений с Ираном, и ухудшение отношений с Ираном заставляло американцев решить две проблемы – уничтожить режим Асада, а вместе с ним уничтожить такую организацию замечательную, как Хизбалла. Замечательная, естественно, в кавычках. Мы Хизбаллу не признаем в качестве террористической организации. Это ливанская шиитская организация, по-настоящему глобальная. Достаточно сказать, что один из главных центров Хизбаллы – это район водопада Игуасу. Есть какие-нибудь идеи? Это где такой водопад Игуасу? В Южной Америке – это приграничный район Парагвай, Уругвай, Бразилия. Там огромное количество туристов, и там себе свили гнездышко и Аль-Каида, и Хизбалла, и Хамас. Но самое главное – там ливанская диаспора. У нас на слуху, когда говорят диаспоры, говорят еврейская диаспора, армянская диаспора. Дело в том, что есть не менее крутая диаспора. Просто она очень такая спокойная, нешумная ливанская диаспора. А ливанцы сто лет назад начали осваивать и Африку, и Южную Америку. В Африке они освоили ту часть континента, где алмазы добывают. То есть, это Сьерра-Леона или Берия. Чуть меньше Ангола. В Анголе ливанцев мало. Значит, ливанская диаспора есть и в этом приграничном районе. И Хизбалла, и другие эти организации, они там покупают кокаин, перебрасывают на подводных лодках в Западную Африку. Раньше это были украинские подводные лодки, которые украинцы продали. Сейчас эти подводные лодки пришли в негодность, сейчас на каких-то других. Значит, кокаин перебрасывается в Сьерра-Леон, и там кокаин меняется на алмазы. На алмазы покупается оружие. То есть, Хизбалла, Сирия, Иран – это вот тот треугольник, который очень мешает американцам. И они правильно полагают, что выбив Сирию как союзника, арабского союзника Ирана, в любом случае плохие отношения с Ираном, хорошие отношения, но Иран без Сирии будет более слабым и с ним легче будет договариваться. То есть, уничтожение режима Асада стало задачей номер один американцев, а вместе с ними Саудовской Аравии и Израиля. Но оказалось, что механизм арабской, схема арабской весны в Сирии не проходит, и началась интервенция. Но эта интервенция была сорвана благодаря позиции России и Китая. А поскольку агрессия Запада против Сирии – это был первый действительно серьезный военный шаг к переделу геополитического пространства и ресурсов Ближнего Востока, я подчеркиваю, первый серьезный шаг. Так, Ливия здесь не в счет, это при том, что ливийская нефть была очень важна для американцев, у ливийской нефти себестоимость 1 доллар, и очень важно было это сделать. Но Ливия и Сирия – это разные страны по потенциалу. Сирии не получилось, повторяю, прежде всего из-за позиции России и Китая. То есть, американское наступление на Российскую Федерацию и Китай на сирийском направлении захлебнулось. И это вкупе с президентством Путина заставило западную верхушку искать альтернативные ходы. Стали искать, где можно нанести. Вот здесь подвернулась Украина. Потому что на Украине вызвала взрывоопасная ситуация на всех уровнях. Между самими олигархами, между олигархами и населением. И естественно, ну, было грех американцам это не использовать. И европейцам. Правда, у американцев и европейцев разные совершенно цели по поводу Украины. Если американцам нужен управляемый хаос и гражданская война, европейцам нужна вся Украина вместе. И это рынок, куда можно сбрасывать всякое брахло. Это рынок дешевой рабочей силы, вдобавок ко всему. То есть, это действительно неосвоенный потребительский рынок. Его можно, так сказать, 44 миллиона теперь без Крыма. Его можно осваивать. В принципе, нужно сказать, что Украина не является сейчас теном НАТО. Но это не помешало Украине участвовать во всех четырех военных компаниях НАТО. Поэтому Вероника Крышиненникова, выступая как-то по телевизору, она правильно сказала. Нынешняя проблема Украины для нас это проблема, где пройдет граница НАТО. Да неважно, вступит де юра Украина в НАТО или нет. Ясно, что это будет НАТОвская страна. Более того, ясно совершенно, что эта страна задумывается как абсолютно антирусская, националистическая, бандеровская, неонацистская страна. Значит, двойная цель создания вот такого антирусского государства. Это давление на Российскую Федерацию, постоянное давление, перетягивание России в перспективное поддавление в западный лагерь. С целью стравливания мы давим на Россию. Россия, чтобы договориться с Западом, значит, чтобы решить проблему этого постоянных провокаций, разворачивается в сторону Запада. Дальше Россия становится для Запада средством давления на Китай, а при случае можно Китай и Россию стравить. Это был бы идеальный вариант для Запада, так же, как постоянно стравливали Россию с Германией, Россией с Францией. То есть, модель остается все та же. И нынешняя ситуация, сложившаяся на Украине в конце 2013 года, она этому благоприятствовала. Но есть такая вещь, которую Гегель называл коварством истории. Вот 30 дней с 15 февраля до 17 марта они это все сломали. Более того, они изменили мир. Мир, эпоха, которая началась с 89-94 года, вот она на наших глазах заканчивается или она закончилась. У нас очень часто цитируют слова Бжезинского о том, что без присоединения Украины России не суждено стать великой державой. Но это неправда. Россия может быть великой державой и без Украины. Другое дело, это несколько труднее и займет больше времени. Потом, что считать Украиной? Восточная часть Украины, она вообще никогда Украине не принадлежала. Это сделали большевики. Им нужно было увеличить процент пролетариата на Украине. Это была единственная причина, почему эти области были присоединены. Но главное не в этом. Главное в том, что Бжезинский здесь не оригинален. Он повторяет слова немецкого генерала Пауля Рорбаха, который в начале 20 века предрюг. Чтобы исключить опасность со стороны России для Европы, и прежде всего для Германии необходимо полностью оторвать украинскую Россию от России московской. Я цитирую. Значит, смотрите, обратим внимание, что для немецкого генерала Украина и Московия это все Россия. И он говорит о необходимости вызвать внутри русский раскол. В этом плане и Рорбах не оригинален. Дело в том, что он здесь развивает идеи немецких политиков конца 19 века, в том числе и Бисмарка, которые предлагали конкретные средства решения этой проблемы. В частности, они подчеркивали необходимость противопоставить Украину и России, стравить их народы. Для чего, как писали они, необходимо вырастить среди самих же украинцев, людей с сознанием измененным до такой степени, что они станут ненавидеть все русское. Таким образом, речь шла о психоисторической спецоперации, информационно-психологической диверсии, цель которой создать славян-русофобов, таких орков на службе западных саруманов. И они-то и должны оторвать Украину от России и противопоставить ей, как такую антирусскую Русь, как свободную демократическую Украину, тоталитарной империи. Оформлено это все было галицийским проектом, над которым сначала активно работали разведка Австро-Венгрии и Кайзеровской Германии, затем разведка Третьего Рейха, ну а затем ЦРУ и БНД. И у меня нет прямых доказательств, но, безусловно, здесь не могла не поработать и разведка Четвертого Рейха, Черного Интернационала, который называется Дейзи. Ну и когда наступил день Дэй-Час Че, галицийские проекты Бандеровское подполье выстроили в прямом и в переносном смысле слова. И забегая вперед, я хочу отметить отличие украинской ситуации от оранжевой революции 2004 года. Оранжевую революцию 2004 года делали либералы. Заинтересованным лицам и на Украине, и на Западе казалось, что этого будет достаточно, чтобы создать такую антирусскую Украину. Оказалось недостаточно. И вот в нынешних событиях был опробован другой вариант. Союз либералов и ультранационалистов, по сути, неонацистов. То есть, либералы – это, так сказать, лицо для Запада, а неонацисты – это те, кто должен, это боевики, штурмовики, которые должны были ломать власть Януковичей, которые должны были пугать Восточную Украину. Ведь нужно сказать, что умные люди предупреждали Януковича, что не надо играть в игры с Тегнебоком и пособствовать развитию движения. Потому что у Януковича план, как показывают эксперты, был такой. Мы накачиваем Тегнебока, а когда будут выборы, Восточная Украина, напуганная Тегнебоком, проголосует за Януковича. То есть, он разыгрывал некую шахматную партию. А Запад не стал играть в шахматную партию. Он сбросил фигуры и доску использовал совершенно для других целей. Почему это случилось сейчас, когда это случилось? Первое. Украина – это абсолютно не жизнеспособное искусственное образование, которое могло нормально функционировать только в Советском Союзе, в рамках Советского Союза. И будучи единственным, кроме России и Белоруссии, постсоветским государством, которое могло встать на ноги, Украина на ноги не стала. Я вам хочу напомнить, что Украинская СССР была в Советском Союзе чем-то очень важным. Кто помнит, если помнит, где находится павильон Украины на ВДНХ? В центре. В центре ВДНХ. То есть, это вообще вот в центре. Он сейчас запущен, но он находится в центре ВДНХ. То есть, всячески подчеркивалось значение Украины. И Украина могла существовать только в рамках СССР. Вне СССР Украина к развитию не способна. Что ее держало на плаву? Советское наследие, которое 20 лет проедали. И можно лишний раз подивиться, какое же это было наследие, если украинские олигархи тупо, значительно тупее, чем российские олигархи, проедали это наследие. И его хватило на 20 лет. Но, как говорили в Древнем Риме, дат Нихил, фортуна, мансипио, судьба ничего не дает навечно. И в 2013 году это наследие было проедено. Тем более, что Янукович его проедал очень и очень активно. Украина оказалась на краю пропасти. Оказалось, что спасти ее может Россия. На этот раз, ну, это то, что не устраивало категорически США. Значит, это первая вещь. Вторая вещь. После первого Майдана, как я уже сказал, западные кукловоды полагали, что все, вот люди типа Янукович, Ющенко и Тимошенко, они могут решить все проблемы. Оказалось, не смогли они решить. К власти пришел Янукович. Он играл почти во все игры. Играл очень непосредственно. Он играл и с американцами, и с Россией. И, в конце концов, доигрался. Нужно сказать, что вот эти 20 лет поставить в плюс западу, запад очень активно работал на Украине. С помощью некоммерческих организаций различных, неправительственных организаций. Там работа велась, ну, просто совершенно, так сказать, фантастическая. Там десятки некоммерческих организаций западных работали. У нас, вот кто может назвать? У нас какие-нибудь есть неправительственные организации, которые активно работают во внешнеполитической сфере? Русский мир. Когда появился? Не так давно. Не так давно. Эффективность. Еще какие-то есть какие-нибудь? Россотрудничество есть, у которых мало денег. Затуллинский. Затуллинский это институт. Вот, значит, есть еще фонд Горчакова, но это все недавно, и это организации, которые, в общем, у которых нет такого средства. Американцы вбухивали туда огромное средство. И, кроме того, все эти годы на Украине существовало бандеровское подполье, которое функционировало, у которого была связь с американской разведкой, с западной германской. Причем, Украина географически, это не Прибалтика, это в Прибалтике. Кстати, кто знает, когда в Прибалтике убили последнего лесного брата? В 1972 году. Нет. В 1974. Ну, понимаете, в Прибалтике там спрятаться особо негде, а вот на Украине есть где спрятаться. Поэтому там бандеровское подполье существовало всегда, запад это всегда использовал, работал с этим. Разумеется, подчеркиваю, у украинских событий декабря, января, февраля есть серьезные внутренние причины. Причины обнищания населения, недовольства вот этим, можно сказать, жлобско-олигархическим режимом Януковича. Сейчас-то мы что увидим. Ну, ушла семья Януковича, вместо нее пришла семья Тимошенко. То есть, одни олигархи сменили других. Олигархов пытались посадить в качестве начальников в городах Востока. И я не случайно привел эту фразу Маркса Энгельса по поводу Европейской революции 1948 года. Теперь мы знаем, какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее использовать. Действительно, использовали. Насколько можно заключить из того, как развивались события, алчность правящего клана была использована как вообще и так в конкретной событийной ситуации. День Д и час Ч наступил 21 февраля. Естественно, ну, опять же, поскольку я в науке, а не в спецслужбах, у меня не прямые данные, а косвенные. Но они, так сказать, подтверждаются и другим анализом. Значит, к 18.00, 21 февраля, половина Майдана была уже освобождена. И еще чуть-чуть, все бы на этом и закончилось. Но вы знаете, между 18.00 и 20.00, мне рассказывали люди, которые, так сказать, шли, двигались и гнали толпа, 3000 человек гнала вот этих майданутых, и было 15.00, они их гнали. А за ними шел Беркут. И вдруг они рассказывают, Беркут остановился, говорит, мы движемся дальше, а Беркут остановился. Они получили приказ остановиться. Значит, что произошло между 18.00 и 20.00 часами? Мы можем восстанавливать события, значит, моя версия такова. Я ее ни в коем случае никому не навязываю, но моя версия такова. Именно в этот момент Янукович решил, что он победил, и что можно начать договариваться. Тем более, что ему американцы объяснили, что они знают, где спрятан его миллиард. И здесь Янукович решил сыграть, так сказать, вот в такую тупую деревенскую игру. Он решил обмануть американцев. Не понимая, что они его сами обманут, потому что не будут придерживаться договоренностей. Ну и кроме того, Рим предателям не платят. Вот в этот момент, когда была упущена возможность зачистки Майдана, все пошло в другом направлении. И я тогда говорил о том, что вот в тот 21-22 говорил, что это ситуационный проигрыш России. Потому что если за два десятилетия единственная прорусская сила, которую мы создали, это сила с лицом Януковича, то плохи наши дела. Чем занимался Черномырдин? Он с украинскими олигархами пел песни, играл на баяне. Ну, видимо, это его кармическое занятие. Это у него хорошо получается. Зурабов вообще непонятно, чем занимался. Но в любом случае они занимались газовыми гешефтами, общались с олигархами. Кстати, западные спецслужбы, неправительственные организации, они работали и с олигархами, и с интеллигенцией, и с массами. И смотрите, какая вещь. Киев не галицийский город, но киевская интеллигенция на 90% сторонники галицийского проекта. Значит, хорошо поработали западные спецслужбы, хорошо. Собственно, они и должны так были работать. Другое дело, мы так не работали. Мы, так сказать, разговаривали с олигархами вместо того, чтобы заниматься другими вещами. И повторяю, если наша единственная прорусская сила была на высоком политическом уровне, это вот этот человек по фамилии Янукович, ну, это проигрыш. Разумеется, проигрыш одной партии, и это не проигрыш матча. И более того, действия российских властей по Крыму показали, что проиграв партию, можно выиграть матч. 17-18 матч был выигран, но с другой стороны, это матч только по Крыму. Есть еще восточная и юго-восточная Украина. И теперь давайте посмотрим, в принципе, а что, собственно, Запад хотел, каков был план, что нужно было Западу в этой ситуации. То есть, давайте подумаем, как западные люди. Ну, не западные люди, а те, кто планировал. Это очень правильный подход. Летом этого года, когда я был в Лондоне, я читал английские газеты, была замечательная передовица Financial Times. А передовица обрушила в этой передовице, Financial Times обрушилась на преподавателей экономики в английских вузах. И они сказали, что экономистов, если ты хочешь подготовить экономиста, не надо вбивать ему в голову, что пишут экономисты. Научите его думать, как думают экономисты. Ну, кстати, такая же вещь. Ну, нужно научить людей думать, как думают политики, а не у нас политология сводится к тому, что люди должны знать политологические теории. Ну, политологические теории, они очень далеки от реальности. Они, собственно, и создаются для того, чтобы скрыть то, что думают политики. Это такая криптоматика. Программа минимум создания западом славянского неонацистского бандеровского рейха это постоянное давление на Россию, провоцирование различными способами. И если Россия реагирует, говорят о том, что вот огромная тоталитарная Россия давит свободную Украину. Это та же схема, что была в Югославии. Бедные албанцы, жертвы злых сербов. Программа максимум та же, что и в 1930-е годы при создании немецкого нацистского рейха. Создание силы, которая в случае необходимости для Запада возьмет на себя решающую часть войны с Россией. Кто-то скажет, ну, какой кошмар, как это, как-то воевать с Россией. Но дело в том, что бывают разные ситуации. А посмотрите, а в Европе кто может воевать с Россией? Кто, румыны, что ли, могут воевать? Ну, поляки сами не могут. Вот им нужно было создание такого государства-бультерьера, которое готово было бы начать, по крайней мере, локальный конфликт, чтобы показать слабой России, что вот как могут развиваться события. Тех, кто готов в таких выводах увидеть сгущение красок, я отсылаю к истории отношений Запада и России. Вся агрессия, которую Россия получала в течение последних двух-трех столетий, она вся шла с Запада. У России агрессии на Западе не было. Была только одна, было две вещи. Это освободительный поход против Наполеона, кстати, который, как и говорил Кутузов, надо было закончить в 1813 году, не выходя за наши границы, а там бы Франция и Англия, пусть бы они любили друг друга перверсивно и занимались бы друг другом. Это был один поход. Второе, это в 1849 году Николай I, на мой взгляд, ошибочно, при том, что замечательный был царь, это помощь в подавлении венгерского восстания Австро-Венгрии. Не надо этого было делать. Пусть бы венгры долбанули австрийцев, пусть бы была такая небольшая зона хаоса в Центральной Европе, нам бы было легче. Кроме этого, больше никаких действий на Западе рассенило. Мы говорим о 19 веке сейчас. Что касается введения ввода войск в Чехословакию, то ввод произошел в соответствии с теми правилами, которыми записаны в декларациях Варшавского договора. Кстати, аналогичное правило записано в уставе НАТО. В уставе НАТО черным по белому написано. Если для какого-то из государств НАТО возникает опасность в результате внешних или внутренних изменений, немедленно вводятся войска. И когда это назвали ввод наших войск доктрины Брежнева, просто у нас пропагандисты слабые. Нужно было объяснить, что НАТО все было произведено так же, как это записано в Варшавском договоре и в НАТО, как во всех таких организациях. Но я-то имел в виду XIX век. Кстати, что касается XX века, конечно, в 68-м году советское руководство упустило уникальный совершенно шанс, потому что оно уже было сытое, оно реагировало. Советское руководство в 68-м году, когда были майские волнения в Париже, оно вполне могло использовать французскую коммунистическую партию и вынудить демонстрациями коммунистов и профсоюзников вынудить НАТОвцев войти в Париж. Вот если бы НАТОвцы вошли в Париж, мы бы потом 30 лет орали о том, как НАТОвцы задавили французских студентов и никаких разговоров не было о пражской весне. Но советское руководство решило реагировать на обстоятельства, потому что это было уже реагирующее руководство. Так вот, как заметил Арнольд Тойнби, политика Запада по отношению к России... Тойнби не любитель России был. Политика Запада по отношению к России – это агрессия. Русская экспансия носит оборонительный характер, писал Арнольд Тойнби. И конечной целью североатлантических элит всегда была ликвидация России. В этом отношении один из наиболее видных руководителей советской разведки Леонид Владимирович Шибаршин был, конечно же, прав, когда писал, что Западу от России нужно одно, чтобы ее не было. Не было стратегически. Тактически, ну, скажем, в 1991 году Запад мог бы начать расчленение России, но в условиях уже поднимающегося Китая показалось, что это нехорошо. Кроме того, решили доить Россию в течение, скажем, там, 10 лет. Но за это время Россия как-то успела все-таки встать на ноги. Значит, Бандеровская Украина, если ей суждено состояться в том виде, в котором задумывали заокеанские кукловоды, она должна была быть государством олигархическим, террористическим и антирусским. Антирусским, ясно совершенно, почему. Квази-государством, потому что даже постсоветская Украина не была полностью независимым государством. То, что мы видим сейчас, это уже просто, так сказать, внешнее управление. И во вчерашней передаче Киселев абсолютно верно сказал, что визит директора ЦРУ в Киев, и то, что по команде МВФ были уволены 12 тысяч социальных работников, то есть идет сокращение жесткое. Дело в том, что все деньги, которые дает МВФ, они даются всегда под сокращение социальных программ. И, в свою очередь, это провоцирует недовольство населения. Правительству данной страны приходится еще занимать, и возникает порочный круг. Его хорошо очень описал в своих работах, в своей работе «Исповедь экономического убийства» убийца Энтони Перкинс. Он очень хорошо это все расписал. Олигархической бандеры Украина не может не быть по простой причине. Олигархия с ее коррупцией, неспособностью и нежеланием – это идеальная форма для внешнего управления. И понятно, что это устраивает и украинских олигархов, и Запад. Ну и конец последнее. Если марионетчной хунте в Киеве удастся удержаться, то, по логике своей, она должна будет проводить политику террора против Юго-Востока и Востока Украины. Другое дело, оказывается, что у нее сил для этого нет. Они все время говорят о том, что вот дедлайн, и ничего не могут, потому что реальной силы нет. И кроме того, понятно совершенно, что вот этот правый сектор – это серьезная угроза и для самого руководства Украины. Что еще будет означать, что может означать бандеризация Украины, если она произойдет? Дело в том, что Восток и Юго-Восток Украины – это промышленно развитый район, это сектор модерна. Запад – это сельская зона. Ясно совершенно, что Евросоюзу ни Южмаш, ни Моторсич, им это ничего не нужно. Это конкуренты, которые должны уйти. Атомная энергетика тоже украинская не нужна. Нужна зона, где складируются отходы. Кстати, одна из версий, почему ликвидировали Сашко Билова, и эта версия меня очень убеждает, заключается в том, что нуждающаяся в деньгах Тимошенко, этой версии есть в интернете, договорилась с европейцами, что Украина начнет уже сразу утилизировать атомные отходы. Но дело в том, что у Украины нет условий для утилизации. Значит, речь идет о простом захоронении. И захоранивать они это собирали в зоне Чернобыля. То есть, там и так грязь. Мы сейчас туда все это захороним и все это спрячем. Единственный человек решительный, говорит, ну не Яценюк же, не Турчинов, не вот этим поручать. Тимошенко договорилась с Ярошем, а Ярош поручил Сашко Белому. Сашко Белый, у него такой вид только брутальный, но он не дурак был. Он понимал, что человека, который это организует, его, скорее всего, ликвидируют. И поэтому он сразу повел себя не совсем так, как ожидала от него Тимошенко, и там выхода не оставалось, кроме как его ликвидировать. Насколько я знаю, поезд с ядерными отходами стоит сейчас на украинско-польской границе, он не движется. Но ясно совершенно, что Украина нужна в Европе, и как вот такая свалка, куда можно все это сбрасывать. И удивительно, меня удивляет вот в этом решении украинского руководства следующее. Но ведь дело в том, что умирать от радиации и становиться бесплодными будут не только дети низов, но и дети верхушки тоже, ведь их тоже зацепит. Вот это удивительно. Как же ты превращаешь страну в свалку, в источник радиационного облучения, если ты сама здесь живешь? Ты же собираешься быть президентом, значит, 4 года или 5 лет ты собираешься здесь жить? Значит, ну этих 4-5 лет вполне хватит. Так вот, бандеризация Украины – это ее демодернизация, это ее футуроархаизация. То есть, если вот эта хунта победит вообще на Украине, в чем есть у меня большие сомнения, если бы она победила, то Украина проваливается в такую футуроархаическую зону, которая будет покруче того, что описал Алексей Калентьев в своих романах боевой фантастики. Очень важный урок всего украинского кризиса, и для меня урок позитивный. Наши СМИ, по крайней мере у нас в стране, они впервые не проиграли в условиях конфликта. Потому что, когда была война 08-08-08, было довольно немало наших СМИ, которые заняли антироссийскую позицию. Сейчас антироссийскую позицию заняли только такие оголтелые совершенно структуры, какой-нибудь там эхо Москвы, и то не все. Там есть разные люди, там есть климактерические кликуши с одной стороны, там есть начальник, который занял значительно более такую сдержанную позицию. Ну, была значительная группа людей, которых президент позвал национал предателями, которые выступали против, но тем не менее, наши СМИ в данном случае игру, войну информационную по поводу окраины не проиграли. Очень действовали, очень грамотно. Я вообще должен сказать, что очень грамотно и в Крыму было все организовано. Там с точки зрения международно-правовой подкопаться вообще не к чему. Просто не к чему. То есть, все было сделано грамотно. Так вот, тем не менее, вот этот кризис, он продемонстрировал целый ряд двойных стандартов, на которые я хочу обратить внимание. И я просто отсматривал прессу тогда, и хочу просто поделиться некоторыми такими замечаниями. Ну, например, в редакционной статье журнала New Statesman утверждается, что Путин нарушил суверенитет Украины. Как нарушил? Послал войска в Крым. Этого не было. А как же назвать тогда действия американских дипломатов, которые организовывали свержение легитимного президента? То есть, это прямая ложь. Дальше. Берем респектабельный экономист от 8 марта. Они упрекнули Путина в том, что он стал более автократичным. Никаких аргументов не приводится. То есть, нежелание играть в навязанную западом игру трактуется как автократичность. То есть, по этой логике, самые большие демократы – это те, кто лежит на натовский сапог. Риторика статей по ситуации в России Путине в марте. Такой же лживый пафос, как по поводу Каддафи. Этот пафос мы видели в американском Time, номер от 17 марта. Спектейтер журнал от 8 марта тоже. Человек, некто О. Салливан пишет. Путин сломал консенсус, сложившийся после окончания Холодной войны. По-видимому, Путин считает, что этот консенсус так и должен был существовать. То есть, обнагревший от безнаказанности НАТО, которая бомбила Югославию. И мало того, она еще над Югославией разбрасывала по всей Югославии. Наверное, вы видели этот фильм. Мне-то сербы об этом давно рассказывали. Причем над сербской частью. Они, когда ее бомбили, уран распыляли. Поэтому в Сербии очень много онкологии. Народ просто мрет. И кроме того, они разбрасывали спермициды, которые приводят к мужскому бесплодию. То есть, чтобы сербов, как такую прорусскую силу в Европе, уничтожить. Дальше в этом же номере спектейтера было приведено высказывание Обамы о том, что Россия занимает позицию на неправильной стороне истории. Russia is on the wrong side of history. Ну, то есть, по логике Обамы, выходит, правильная сторона это тех, кто ядерной бомбардировки подвергает Хиросиму и Нагасаги, нападает на Вьетнам, Югославию, Ирак, Ливию, убивает сотни тысяч людей. Вот это правильная сторона. Но самое сильное впечатление на меня произвела статья нашего Гарри Каспарова. Значит, она в двух отношениях произвела впечатление. Во-первых, представление об этом человеке, его же принимают на Западе, представление о том, что такое история. И второе, что он предлагает Западу. Статья называется так. Отсеките олигархов, и они свалят Путина. Значит, напечатана она была в серьезной, я еще не скажу, такой газете, Wall Street Journal 10 марта сего года. Значит, ну, об интеллете автора можно судить по-следующему. Каспаров пишет, Путин второй раз за последние шесть лет приказал войскам перейти международно признанную границу и оккупировать чужую территорию. Ну, первый раз, наверное, имеют в виду 08-08-08. А второй раз, значит, тут Крым. Где Путин приказал нашим войскам перейти Крым? Где было такое решение? Мы не вводили свои войска в Крым. Путин принадлежит к эксклюзивному клубу вместо с Милошевичем, Саддамом Хусейном и лидерами, которые вторглись в соседние страны. Милошевич никуда не вторгался. Милошевич занимался Косово. Косово – это часть Югославии была. Саддам Хусейн действительно вторгся в Кувейт. Это была ловушка. Но свергли-то они его совсем не за это. Его свергли не в 90-м, 91-м годах. Дальше Каспаров пишет. В Ялте Сталин заставил слабого Рузвельта и бессильного Черчилля принять его позицию по польскому вопросу. А политика Путина по Крыму – это то же, что захват Гитлером Австрии и студентской земли. Но вот если бы я от студента такое услышал на экзамене, то я бы сразу поставил два балла и отправил бы на переэкзаменовку. Дело даже не в том, что ни Черчилль, ни Рузвельт слабыми не были. Дело в том, что Черчилль и Сталин, ну это цинично звучит, но они разменяли Польшу на Грецию. Договорились, что СССР получает 90% доминирования в Польше, 10% в Греции. А Великобритания, наоборот, 90% в Греции, 10% в Польше. Поэтому Советский Союз перестал активно помогать греческим коммунистам. Англичане их разгромили, но зато мы решили свою польскую проблему, потому что Польша для нас важнее была, чем Греция. Но, по-видимому, Каспарову об этом не сообщили. Значит, дальше Каспаров пишет, я почему так говорю о Каспарове, поскольку он очень активно в нашей оппозиции присутствует, чтобы просто продемонстрировать интеллектуальный уровень этих людей. Если Путин победит, пишет Каспаров, то мир, возникший в 1945 году, рухнет. В середине 80-х годов Каспаров, как герой одного американского новеллиста, Рип Ван Винкль, человек уснул, потом он проснулся, а Америка уже не часть Британской империи, а это свободная страна. То есть, с тех пор выражение Рип Ван Винкль – это человек, который проснулся и обнаружил себя в другом мире. Дело в том, что мир, возникший в 1945 году, рухнул в 1989 году, на Мальте, когда Горбачёв всё сдал. И возник, даже журналисты запустили термин, он не прижился. Мальтийская система, которая сменила Ялтинскую. Поэтому ни о каком нарушении Ялтинского мира речи быть не может. Но вот есть нечто действительно заслуживающее внимания. Значит, смотрите, что советует Каспаров Западу. Он говорит о том, что нужно давить на олигархов, не на Путина, а давить на олигархов. И если вот давить на них, то они совершат переворот и свергнут Путина. То есть, человек, гражданин России, подсказывает американскому Госдепу, что нужно делать для того, чтобы сменить режим в России. Вот если бы такой человек был гражданином США, сидел, например, в России или, ну, где-нибудь, я не знаю, в Китае, и говорил, что нужно сделать, чтобы свергнуть Обаму, я думаю, что у него очень серьёзные проблемы начались бы. Очень серьёзные. То есть, и, ну, тем не менее, Каспаров совершенно спокойно, его никто не лишает гражданства, он совершенно спокойно приезжает, уезжает. Значит, чем вот важен, чем важны вот эти события февраля-марта, на мой взгляд, самая главная суть. Впервые после 91-го года запад, коллективный запад, Соединённые Штаты Америки, они устроили, хоть в скрытой форме, но агрессию против русского мира, потому что Украина – это территория русского мира. И они устроили агрессию далеко от себя. Украина не может быть зоной интересов Соединённых Штатов. Мексика может быть, даже Куба может быть, они могут Кубу объявить. Но Украина – это очень далеко, так же, как Ирак далеко. И это была агрессия впервые после 91-го года. Они решили, что они могут. Мы впервые после 91-го года дали агрессору по зубам. Очень жёстко. И несмотря на весь вой и ор на Западе, не отступились. Мы воссоединились с Крымом. И, как сказал президент на Красной площади, Крым возвращается в родную гавань. Вопреки всему, вопреки всем крикам. И в этом отношении, конечно, песня группы Наутилус Помпилиус «Goodbye America» приобретает некое символическое значение. Действительно, «Goodbye America». Никогда больше тех отношений при существовании этой власти в России, которые были в 90-е годы, и даже на первом сроке президентства Путина и в Медведевский период, таких отношений больше не будет. Потому что Запад этому руководству ничего не простит. А это руководство прекрасно по поведению Запада. Если у нашего руководства раньше могли быть сомнения, ну, мы не Милошевич, мы не Саддам Хусейн, мы не Каддафи, с нами так не поступят, совершенно понятно, что у Запада нет тормозов. И в решении своих проблем они совершенно пойдут до упора. При том, что замечательно воссоединение с Крымом, вот вся эта Крымская Виктория, которая действительно кладет конец определенной эпохи, вот есть все равно несколько проблем остаются. Значит, первая проблема – это противоречие между внешнеполитическим курсом на восстановление статуса великой державы и неолиберальным экономическим курсом правительства условно Медведева. Дело в том, что то противостояние с Западом, которое у нас сейчас намечается, на основе неолиберальной экономики, его не выдержать. Его можно выдержать только на основе мобилизационной экономики. В то же время мобилизационная экономика может быть только частью мобилизационной системы социальной. То есть, иными словами, те отношения с Западом, которые выстраиваются на определенный срок, они требуют очень серьезных внутренних изменений. Первое изменение, косметическое, – это политика правовое подавление пятой колонны. Это первый же шаг, который должен быть сделан. Дальше должны подтягиваться вещи, связанные с экономикой, с социальным строем, потому что пройдет полгода, эйфория по поводу воссоединения с Крымом пройдет, и осенью опять возникнут те проблемы, которые у нас есть в экономике. У нас по самым оптимистическим оценкам экономический рост 1%, а нам нужно минимум 5-6%. То есть, ясно, что именно недовольство населения экономической ситуации могут использовать те люди, которые организовывали болотную, и в условиях недовольства это можно будет обыграть. И, безусловно, будет разыгрываться союз либералов и ультранационалистов. Причем будет все делаться долой олигархов, борьба против коррупции и так далее. А потом, в случае успеха, опять придет какая-то группа олигархов, которая... Ведь, собственно, цветные революции во всем мире. Ни одна из цветных революций, в кавычках революции, потому что революция это то, что меняет социально-экономический строй, ни одна из революций не привела к изменению социально-экономического строя. Менялся режим на прозападный. Больше, больше ничего. Это нужно очень хорошо понимать. В случае перехода России к мобилизационной системе, Североатлантическая верхушка и ее агентура в Российской Федерации будут пытаться действительно снести существующий режим. И, повторяю, это будет делаться под лозунгами борьбы с коррупцией и так далее. С этой точки зрения февральский Майдан в Киеве и откровение его героев заслуживает внимания. Смотрите, Тимошенко, выступая на Майдане, сказала, что события в Киеве это пример для народов всех постсоветских государств в их борьбе против диктаторов. А сын военного преступника Шухевича Юрий Шухевич, который отсидел у нас в тюрьме, заявил, что февральский Майдан – продолжение событий 1991 года, начало второй антисоветской революции, или первый, он сказал, 1991-1993 год, которая должна окончательно разрушить мечту о восстановлении Советского Союза. То есть, понятно, что для них действительно Майдан – это было продолжение 1991-1993 года. И то, что Россия так отреагировала жестко на Майдан защиты Крыма, конечно, для них было новостью. Вторая проблема тесно связана с первой и вытекает из нее. Речь идет о пятой колонии, о тех, кого Путин назвал национал-предателями. В количественном плане это небольшая группа населения, в которой свои места занимают представители власти, бизнеса, СМИ, богемы, научно-образовательных кадров. Ну, достаточно посмотреть, кто у нас кричал громче всех, что воссоединение с Крымом – это то же самое, что то, что делал Гитлер с Австрией. При этом эти люди успешно обходили тот вопрос, что Австрию Гитлеру подарили Великобритания и Франция, что без их санкций он никогда бы не присоединил Австрию. И Австрию Гитлеру разрешили присоединить по одной простой причине – у Гитлера не было валютных запасов, а в Австрии они были. То есть, подарив ему Австрию, ему подарили валютные запасы для перевооружения. А затем ему подарили Чехословакию, потому что ему нужен был военно-промышленный потенциал, которого у Рейха не было, и нужен был выход на границу с Советским Союзом. Украинский кризис продемонстрировал единство народов России и власти по такому очень важному вопросу, как собирание русского мира. Но вот этот кризис делает необходимым и неотложным решение нескольких задач у нас в стране. На мой взгляд, эти задачи следующие. Это первое – подавление политика правовыми мерами пятой колонны, отсечение их от СМИ и от источников финансирования, прежде всего от западных. Второе – это переход не просто к мобилизационной экономике, а переход к социальной системе мобилизационного типа, элементом которого станет мобилизационная экономика. Третье – необходимо переформатировать правовую сферу, ликвидировать примат международного права над национальным. Кстати, такого примата нет ни у Великобритании, ни у США. Это то, что они успешно навязывают другим. Третье – прекратить участие в откровенно антироссийских структурах и тем более их финансирование. Четвертое – укрепить военный союз с Белоруссией при всех объективных и субъективных сложностях этого процесса. Мне далеко не все понравилось, что говорил Лукашенко о ситуации с Крымом. Правда, он сказал очень важную вещь, что Белоруссия никогда не будет против, никогда не сделает ничего такого, что было бы во вред России. Это хорошо, но надо было бы сказать, на мой взгляд, побольше. Пятое – противодействовать противнику, агрессору, не только по периметру границ, но и в любых точках мира, где это позволяет наши возможности. Фиксировать степень его уязвимости нужно вести себя по отношению к Западу так же, как он ведет себя по отношению к России с момента ее возникновения в 1991 году. Недавно Карен Шахназаров, режиссер, выступая по телевизору, сказал очень правильную вещь. Запад никогда не прекращал холодную войну против России. Рухнул Советский Союз, все продолжалось. Кстати, Бжезинский очень честно сказал в одном из своих интервью, уже после окончания холодной войны, сказал, не надо морочить себе голову, мы воевали не с коммунизмом, а с Россией, как бы она ни называлась. Но если бы он сказал еще с русским духом, то он практически повторил бы Черчилля, потому что Черчилль в 1940 году сказал следующее, мы воюем не с Гитлером и даже не с национал-социализмом, мы воюем с немецким духом, духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился. И вот та кастрация духовная, которую подвергли немцев после 1945 года, вот это то, что Запад хотел бы сделать с Россией после 1991 года. И Александр Рар в одном из своих интервью сказал, Александр Рар, это немецкий такой околополитик, он сказал, что западных политиков и журналистов многих, их очень удивляет, а почему Россия не кается? Россия потерпела поражение в холодной войне, значит, они должны каяться. И он сказал еще очень важную вещь, за что его критиковали на Западе, что для Запада победы над Россией, над Советским Союзом в холодной войне, не менее, а может быть более важна, чем победа над Гитлером. Потому что Гитлер на самом деле был свой, а вот Россия это всегда-всегда чужая. Таким образом, противодействовать противнику нужно не только по нашим границам, и никогда он вторгается. Нужно создавать проблему противнику в его уязвимых местах. Шестое. Необходимо развернуть мощное, широкомасштабное информационное контрнаступление против североатлантических верхушек в мировом информационном пространстве. Особенно активно там, где у них есть проблемы. В частности, мусульманский и испаноязычный мир. Вот я очень активно сотрудничаю с испанской и арабской редакциями Russia Today. Я смотрю их передачи, они хорошо очень воздействуют. Причем они молодцы. Что значит испаноязычная аудитория? Это ведь не только Латинская Америка и Испания. Это огромная испаноязычная диаспора, то есть аудитория в самих Соединенных Штатах. Нужно это использовать. Ну и наконец, седьмое и последнее, это перестройка общественного сознания на оборонный лад. Это не значит, что мы должны защищаться. Оборонный, это означает понимать, мы живем в военное время. И население, особенно молодое поколение, должны воспитываться так, чтобы быть готовыми отразить любую агрессию. Военную, информационную, культурно-цивилизационную. Я очень рад, что у нас восстанавливается ГТО и военно-патриотическое воспитание. Я помню, когда я был школьником, мы сдавали сначала нормы БГТО, будь готов к труду и обороне, а потом ГТО. Это был бег, что нам очень нравилось, метание, гранаты. Это здоровый подход. Кстати, мы смогли войну выиграть, потому что у нас был ОСОВИАХИМ, у нас были спортивные организации в 30-е годы. Мы действительно готовились. Хочешь мира, готовься к войне. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот эти изменения, которые произошли в феврале-марте, это конец эпохи поражений. Но нужно выходить из эпохи поражений не только по внешней линии, но и по внутренней. От времен Ельцинщины осталось немало одиозных личностей. Кто-то уехал на Украину, потому что есть такой журналист Киселев, это однофамилия Дмитрия Киселева, Евгений Киселев. Вот он сейчас вещает на Украине уже много лет. Это человек Березовского и Усинского. Он вещает много лет на Украине. Сейчас он говорит, что ему стыдно за то, что он русский. Ну, стыдно ради бога. И в этом отношении нам не грех поучиться у Запада о том, как они работают в области информации. Их политика носит наступательный характер. Если ты реагируешь, если ты отстаешь на шаг, ты проигрываешь. Кстати, вот в Крымской Виктории мы выиграли, потому что наше руководство, прежде всего президент, он на шаг опережал противника. Он делал шаг, а они реагировали. То есть он задавал повестку дня. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать по украинскому вопросу. Если есть вопросы, я на них стараюсь ответить. Три момента, которые не прозвучали. Понимаю, сложно всего хватить. Первое, это каково все-таки интересы Китая, Украине и что за страны у нас проживать. Второе, это то, что Путин дал понять, что все эти события прошли раньше намеченного срока, что планировались якобы на выборы. Вот тут, соответственно, что побудило курок спустить раньше. Все эти события планировалось осуществить к следующему выбору. А какие-то факторы неизвестные, о которых я хочу вас спросить, побудили, соответственно, вот этот механизм запустить раньше намеченного срока. И третий момент, каково влияние униатов, греко-католиков? Значит, на второй вопрос. Вы знаете, какая вещь? Два фактора сыграли свою роль. Это вот то, что Насим Таллик называет «черный лебедь». Значит, предложив финансовую помощь Украине, которая была уже на грани банкротства, сейчас она вот банкротства, они просто не объявляют себя банкротами, Путин создал ситуацию для Януковича. Вот тебе тони, или вот тебе этот самый круг. И Янукович из него схватился. И это было нарушением той логики, в которую играл Евросоюз. И дальше уже, то есть, американцы полагали, что Евросоюз выполнит всю работу, они вмешаются потом. Но вся эта история, все это дело сломала. Это одна вещь. А потом другая вещь. То, что Янукович остановил движение, остановил зачистку Майдана. Если бы он не остановил, то вот там все закончилось на этом. Но вот эти два фактора, они это лишний раз говорят о том, ты можешь планировать как хочешь, но всегда происходит то, чего ты не предугадал. Я по этому поводу всегда привожу пример. 451 год. Битва на каталаунских полях. С одной стороны, Аэций, великий воин Рима последний, и Визигот. А с другой, гунны, они рубятся весь день, идет жуткий дождь. И, в общем-то, гунны отступили. То есть, формально римляне победили. Но у Аэций армия сохранилась. На следующий день Аэций мог бы долбануть по гунам, но он решил. Первое. Гунны нужны, если мы рассоримся с визиготами, второе. Гунны нужны как угроза для давления в будущей игре с императором. И поехал в Рим. Он не рассчитал одного. Валентинян уже приказал его заколоть. Он приехал в Рим, и его закололи. Вот. Значит, что касается Китая. Вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что, опять же, у меня нет прямых доказательств. Я смотрю, смотрю просто, я иногда смотрю телевизор, вообще телевизор прочее не смотрю, смотрю интернет, но телевизор смотрел «Визит Керри» в конце января в Китай. Керри улетал просто из Китая о крыльях в буквальном смысле этого слова. И у меня закралось впечатление такое. Дело в том, что китайцы могут себя вести, ну, они могут создать у европейцев особенно, и китайцы, и японцы. Дело в том, что вот они кивают и улыбаются. Это не значит, что они с вами соглашаются. Это значит, что они поняли вашу точку зрения. А многие европейцы полагают, что если они кивают и улыбаются, с ними согласны. Ничего подобного. Мы поняли вашу точку зрения. Все. У меня есть ощущение, что китайцы создали у Керри впечатление, что Китай, ну, либо их поддержит косвенно во всей этой украинской авантюре, ну, либо вообще будет мое дело сторона. Смотрите, ведь вот в треугольнике отношений Китай-США-Россия резкое ухудшение отношений США и России, кто выиграл? Китай. Китай выиграл. Нынешняя ситуация на Украине, вот это вот, она тоже Китай устраивает очень, потому что была договоренность, никто не отменял пока договоренность Януковича с Китаем о строительстве крупного порта типа Гавадара пакистанского, это раз, и во-вторых, была закрытая часть соглашения, по которой, есть такая у меня информация, Янукович разрешал пребывание в Крыму одновременно 2-2,5 миллионов китайцев, вот, то есть, китайцы играют свою игру в Эй Ци Го, они выставили дальний камень в Крыму, это конец шелкового пути, и в результате сейчас китайцы, они не поддерживают формально нас, но они не поддерживают все меры против нас, наши отношения с американцами ухудшились, Китай, может чувствовать себя очень, очень, очень хорошо, мы должны, тем более, что в китайско-японском споре мы пытались занять такую нейтральную позицию, но теперь, поскольку Китай нас поддерживает косвенно по этому вопросу, ясно совершенно, что мы будем совершенно по-другому действовать в отношениях Китая, так что Китай сыграл очень, это вот типичная китайская манера игры, но в конечном счете, как говорил Иршильев, все к лучшему, сверх всяких ожиданий, мы получили, так сказать, Крым, мы спасли крымчан от бандеровцев, и очень хорошо, кто-то из наших экспертов сказал, ему задали вопрос, а вот мы не можем поторговаться с западом, значит, вы признаете Крым, а мы тогда не будем вмешиваться на востоке и востоке. Ответ был такой, Крым, это не предмет торговли, Крым, это, вот сказать, зона русского мира, это не предмет торговли, это действительно такая принципиальная позиция. Вы коснулись китайской позиции, а вы не рассматривали влияние американского ТЭКа на то, что происходит на Украине, ведь не секрет, то, что объем добычи газа в Соединенных Штатах уже превосходит российский с тенденцией к дальнейшему росту, реиндустриализация в Штатах не так уж быстро протекает, соответственно, излишки образуются, и эти излишки нужно экспортировать, и Обама, когда он ездил в Европу на это совещание, заявил о том, что давайте покупать у нас газ, это такая некая может быть игра в долгую по дестабилизации Украины, половина газа в Европу соответственно перестать тихо, и, ну, то есть, вентильник, как раз через 5-6 лет построятся порты, которые будут в режиме. Безусловно, это линия, и эта линия, безусловно, вы знаете, это называется два шара в лузу, бьем по одному, и, скажите, на нем улетает второй. Да, безусловно, эти соображения, так сказать, безусловно, есть. Как есть и другие соображения, как мне представляется, ну, я думаю, что, знаете, у Киссинджера ведь очень сдержанная позиция. Киссинджер, например, сказал, что, когда был разгар критики в адрес Путина, он сказал, что критика в адрес Путина демонстрирует некомпетентность западных лидеров. Киссинджер, это человек, тесно связанный с Рокфеллерами. Рокфеллеры, ну, и Рокфеллеры, Ротшиль, они поддерживают и республиканцев, и демократов, но тем не менее, Рокфеллеры больше республиканцы. Я думаю, что та дискредитация Обамы, которая произошла вот в условиях крымской нашей Виктории, она очень работает не только уже против Обамы, потому что с Обамой все ясно, вот, но она работает против демократов, и она работает на то, чтобы республиканцы победили демократов на выборах. Поэтому здесь тоже американский эстеблишмент раскол. Потому что Маккейн, дурачок, кричит, там, против России то, против России все. Кстати, обратите внимание, на угрозы Запада, да мы вводим дополнительные санкции на 5 копеек у вас оштрафуем. Следующая санкция будет еще страшнее, на 6 копеек оштрафуем. И это как были в советское время анекдоты там 333-е китайское предупреждение, потому что реальной игры нет. Оказалось, что у Запада нет игры против России в этих условиях. Но вот это газовая линия, да, очень хорошо, что вы задали этот вопрос, да, это имеет тоже место быть. Вообще, у всех крупных событий в истории, у них одно-дно, второе, третье, четвертое. И я несколько раз себя ловил на том, что мне казалось, все, ну, дошли там до 5-6 дна, проходит полгода, анализируешь информацию, понимаешь, было еще одно-дно, более того, были от 6-го дна стороны, от 5-го дна тоже были стороны в ход. То есть, всегда остается какая-то закрытая часть, которая, если у тебя нет инсайдерской информации, ты, так сказать, не можешь ее понять. Потом, через какое-то время, многое может выясниться. Кто-то из философов сказал, не наших, уж на что, сложный вопрос, какую песню сирены пели Одиссею, но даже здесь, возможно, некоторые догадки. У меня вопрос по текущим событиям в Украине. То есть, буквально последние дни, как известно, Юго-Восток Украины поднялся. Насколько сильно влияние нас, как России, на эти события? Вы говорили, что на Запад вам, можно сказать, прямое ЦРУ влияет на события Киева. Насколько мы влияем на тех людей, которые сейчас поднялись и организуют это все на Востоке? В сравнении, допустим, с Крымом. И какие планы России по развитию этого сценария? Вы знаете, ну это вопрос не ко мне, это вопрос к руководству России. Дело в том, что Крым, конечно, это особый случай. Крым, компактная территория, это полуостров, это одна вещь. И в Крыму там 97% поддержало. Здесь ситуация, вот до тех пор, пока на них не начали давить, здесь ситуация была такая. Кто-то хотел федерализации, кто-то хотел с Россией, но сейчас вот эта, вот сказать, политика жесткого давления, она привела к тому, что люди начали сами себя защищать. Но вы знаете позицию нашего, так сказать, нашего правительства, президента, который сказал, что мы можем ввести миротворцев туда только по, так сказать, по решению ООН. Мы не можем там послать каких-то людей. Вот, но есть масса, масса, других способов влиять на события. Я надеюсь, что мы этим пользуемся, как вообще любая, скажите, любая страна. И дай нам Бог успехов в этом. По последним событиям хочется спросить, как воспринимать заявление Лукашенко все-таки, по поводу того, он разговаривал с Турчиновым, и он против федерализации, как вот смотреть на эти события. И вчерашнее заявление Киселева, оправдывающее Горбачева, то есть сестре прямо сказал, что Горбачев, это его мнение, Горбачев не ввел специально Советский Союз к развалу. Как это смотреть на вот это? Сбисал объема. Нет, я не думаю, что Горбачев вообще просто вот хотел развалить Советский Союз, потому что Горбачев тогда вылетал, вылетал вообще. И вот его нет, вот нет этого Горбачева. Но Горбачев своей политикой объективно сделал все для того, чтобы Советский Союз развалился. То есть, опять же, когда мы говорим Горбачев, это некий кластер интересов, часть номенклатуры и так далее, Горбачев оказался только, сказать, вот он был орудием этого процесса. Но дело в том, что с орудием тоже, можно спросить, на Горбачеве огромная часть вины за развал Советского Союза. Начать с того, что он был обязан отдать приказ, кто-то говорит, что этот приказ бы не выполнен, об аресте Шушкевича, Ельцина и Кравчука. Он этот приказ не отдал. Он был обязан, как глава государства, это сделать. Если бы ему не подчинились, это другое дело. Тогда бы он мог сказать, я сделал все, хотя бы на последней стадии. Но все, вся экономическая программа Горбачева, все его политические, так называемые, реформы, они все вели к развалу Советского Союза, о чем ему умные люди говорили уже в 87-м, 87-м году. Вся внешняя политика Горбачева, это абсолютная сдача всех позиций. Нет, я здесь категорически не согласен с Киселевым, мне непонятно, почему он, сказать, вот, что касается, ну, это уже вопрос к Киселеву. Но, с другой стороны, понимаете, человеку трудно, трудно вообще переступить через свое прошлое. Я, например, только недавно узнал, что, оказывается, Киселев получил от литовцев орден за правильное освещение вот, сказать, тех событий. И сейчас его этого ордена лишили. И таких орденов только два. Миткова такое же получила, и она тоже отказалась. То есть, это означает, ну, что там в конце 80-х, там, в 90-м году Киселев вполне стоял, сказать, на таких перестроечных, сказать, позициях. Вот. Но это уже, сказать, его проблема. Я думаю, невозможно, ни один человек не сможет доказать, что Горбачев не виноват в развале Советского Союза. Ну, то, что он не хотел, ну, конечно, он не хотел, потому что он тогда вылетал из своего кресла. Я никогда не забуду, как, у меня сейчас в сообществе кто-то даже повесил эту фотографию, когда Горбачев уже после путча, это в сентябре, по-моему, было, он выступает, по КПСС говорит, а Ельцин с места говорит. А вот я сейчас подпишу, показывает всем, а запрелье КПСС. И Горбачев унижен и кричит ему, Борис Николаевич, не надо этого делать, не надо. И Ельцин, вдавливая ручку, подписал это, подошел и Горбачеву показывает, и тот униженно говорит, там, что-то ему промочит. Вот. Так что, эти два человека несут полную ответственность. Вот. С моей точки зрения, и тот, и другой государственные преступники. У Ельцин, в большей степени, Горбачев меньше. Но сидеть они должны на одной из камней. Ну, а как наша власть может сейчас приговорить того же Горбачева и того же Ельцин, если она... Нет, она может не приговорить, но дистанцироваться можно. Вы знаете, какая штука? Сталин был тоже из ленинцев, но он пустил ленинскую гвардию под нож. Я не призываю пускать под нож, но политика, правовая оценка должна быть. Кстати, когда Путин сказал, что распад СССР величайшая геополитическая катастрофа, безусловно, сделал шаг в этом направлении. Другое дело, я понимаю, что ему сложно это сделать, потому что он действительно из этого. Но логика событий, она диктует отношения. Если мы сейчас начинаем собирать свои пяди и крохи, значит, нужно сказать, кто в этом виноват. Вот, ну а журналисты, есть журналисты, кстати, будет дана другая команда журналистов, и будет говорить другое. И второй ваш вопрос был... Ну, вы знаете, мне трудно комментировать... Лукашенко является союзником Беларуси, союзником России, причем союзник такой верный, военный союзник. Мне трудно комментировать Лукашенко. С моей точки зрения он ошибается, потому что если он выступает против федерализации Украины, это означает, что Восток и Юго-Восток оказываются просто, так сказать, под ударом нынешних киевских властей. То есть, с точки зрения абстрактной, конечно, лучше бы Украина была единым, нейтральным, или точнее, дружественным России государством. Но в той ситуации, в которой есть реальность, как говорил Сталин, есть логика намерений, логика обстоятельств. Логика обстоятельств такова, что федерализация, без федерализации это означает, что это будет бандера Украина. Но мне понятно, что движет Лукашенко, чего он опасается. Да, пожалуйста. Лукашенко опасается федерализации Белоруссии. Ну, это понятно. Но дело в том, что все-таки в Белоруссии нет такой разницы между западной и восточной частями. Такой разницы нет. Которая есть. Белоруссия это единый гомогенный этнос. А Украина это два разных этноса. Польская часть. Да, я понимаю. Более того, вы знаете, год или два назад Лукашенко по его указанию была развита программа восстановления польско-литовских замков. Это как бы наше прошлое. А потому что, с другой стороны, а какие там еще замки, кроме польско-литовских, там никаких других замков и нет. Так что, здесь, в общем, теперь понятно. Давай, пожалуйста. А вот у вас среди причин происходящего на Украине было указано, что люди вышли, потому что их можно было понять из-за социального расслоения, разложения системы и так далее, и так далее. Это же было указано среди возможных причин того, что будет использоваться в России. но среди мер, которые нужно принять, вот нигде воздействия на эту ситуацию, на какую-то вот ее... Нет, я понял. Мобилизационная экономика, которая в рамках мобилизационной экономики создает систему, в которой нет острого разрыва между бедными и богатыми. Мобилизационная система это система, которая так или иначе это ликвидирует. Просто, это понятно совершенно, что имеется в виду под мобилизационной экономикой. Поэтому, например, Лилия Шевцова, такая, прозападная дама из фонда Корнеги, она как раз в ужасе говорит, так что же нам опять навяжут мобилизационную экономику, где все будут равны, и тогда у нее правильное классовое чутье, что ждет Россию в случае мобилизационной экономики. Пожалуйста. Андрич, два вопроса. Вы, значит, чуть громче. Вы упомянули, что санкции довольно легкие, которые сейчас накладываются на Россию. Не может ли это быть некой ловушкой, то есть, чтобы Россия перешла черту и с Донецком, и с Харьковом, и тогда уже ведутся какие-то меры очень франтичные для нашей экономики. В принципе, вы знаете, какая вещь, то, о чем вы говорите. Вот, Запад ведь в значительной степени провоцировал наш ввод в войс в Чехословакию, которые они говорили, мы ни в коем случае не будем вводить, им нужно это было. Вот. Но есть одна проблема, серьезно ограничивает возможности нашего военного вмешательства на востоке и юго-востоке Украины. И, собственно, президент уже зафиксировал это только по решению ООН. И вторая вещь, вот представьте, сейчас там восток и юго-восток Украины стал частью России. Это очень тяжелое экономическое бремя. Это не Крым. Это очень такая серьезная вещь. Но это не значит, что восток и юго-восток мы не должны поддерживать и бросить их на растерзание вандаровцам. Но, что касается Запада, безусловно, сейчас вот у них пройдет первый испуг, и они будут думать о других мерах. Ну, например, постараются опустить цену на нефть. Но опустить цену на нефть, от этого выиграет Китай. То есть, вот китайский фактор, он очень им мешает. И это и есть треугольник Китая, Россия и США. Я не беру Евросоюз, потому что Евросоюз это экономический гигант, но политический это абсолютный карлик, абсолютно безвольный. И то, что сейчас происходит экономически в Евросоюзе. Вот недавно в Москве был Даниэль Истуллин, который написал книжку про Бельдербергский клуб. Мы с ним записали передачу, и потом мы с ним просто беседовали о Европе. Ну, я, например, не знал, что какой уровень, а он живет в Испании, какой уровень безработицы в Испании. 45 процентов. Я думал, ну, 25-30, но на что мне Даниэль сказал, в Испании очень хитрая статистика, говорит, и в Европе вообще хитрая статистика. Например, человек работает раз в месяц, он уже не безработный. Он говорит, но в Испании ситуация совершенно аховая, говорит, на всем юге Европы ситуация ахова, поэтому отсюда такое подъем правонационалистических правонационалистических партий в Европе. И это очень меняет саму политическую ситуацию в Европе. У меня вопрос несколько не по теме, но я хотел, чтобы вы ответили. На фоне событий на Украине очень так похвали прошла информация о первых в истории России учениях в Антарктиде. Хотел бы узнать ваше мнение на этот счет. И второй вопрос смежный. Существует легенда о некой полумифической стране Новая Швабия, куда по легенде Третьего Рейха эвакуировал свои активы. И это как раз где-то в Антарктиде находится. Какое ваше мнение на этот счет? То, что часть немецких артефактов, предметов искусства, денег было спрятано в Антарктиде, но здесь вопросов нет, об этом очень много написано. Но то, что мы в Антарктиде проводим военные учения, то есть, в Арктике это замечательно, это правильно, это та часть, которая, которая, безусловно, станет одним из призов 21 века, если не будет глобальной геоклиматической катастрофы. Это означает, что мы показали Западу, что мы просто вот так вот Арктику никому не собираемся отдавать, что это наша зона. Я вообще считаю, что чем больше мы будем проводить военных учений, тем лучше. Как вы сказали, Запад и Восток и Украина уже поделены между финансовыми элитами, то есть, Рошей или Рокфиллеры? Ну, не то, что они поделены, но у них есть преимущественный интерес у одних на Востоке, у одних на Западе. Вот меня интересует, какое, скажем так, между семьями частенько существует, вот этими семьями существует экономическое, ну и политическое, вообще, противостояние, хотелось бы узнать, какую позицию могла бы занять Россия и сможет ли она сыграть в это противостояние или же она в этом противостоянии просто сыграет в ящике? Это вопрос из серии «Если бы». Позицию, которую должна занимать Россия в такой ситуации, это играть на противоречиях. Сыграть ящик Россия в том состоянии, в котором она сейчас, все-таки мы, так сказать, не в 90-х годах, думаю, что она не сможет. И вся крымская история показала, что Россия значительно более серьезный мировой игрок, чем она была в 90-е годы. Но вообще единственный принцип мировой игры это игра на противоречиях. Другого просто, другого принципа в игре нет. Да, ну естественно, быть сильным. Потому что, если ты сильный, тебе могут орать, что против тебя санкции введут, но и все. Тогда второй вопрос. Какое место в украинских событиях занимает крымско-татарское население и Турция? Это в контексте того, что с одной стороны сейчас в Сирии до сих пор присутствует крымско-татарский батальон, который воюет на стороне оппозиции. Он рано или поздно вернется, не все вместе, не в целости, не в сохранности, но они рано или поздно приедут в Крым и устраивают рессизию. А с другой стороны, в Турции сейчас происходят массовые акции протеста, которые, скажем так, в той или иной степени с перерывом на Западом, потому что один из лидеров оппозиции, господин Гелен, сейчас присутствует в Соединенных Штатах Америки. Какое место занимает Турция и не станет ли им... Использует ли, скажем, какова позиция Турции по вопросу Украины и Крыма? И третий? А, так. И третий вопрос касательно санкций от США и санкций от ЕС, ну, персональных санкций. Ну, Евросоюз сделал персональные санкции для таких личностей, как Сурков, Прогозин. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки ввели санкции персональные для Тимченко и многих других представителей финансовой элиты, которые поддерживают Путина и его политические силы. Не кажется ли вам, что на уровне этого можно судить о том, что Евросоюз просто скажет, они хочут увидеть дураком в выдвижении тех или иных претензий к России? И с другой стороны, они еще... Евросоюз обременен постоянной поддержкой США в тех или иных ее авантюрах. И вопрос в чем? Ну, собственно, обременен скажем так, можно ли говорить на основе этого, о том, что Евросоюз не в открытую, на все 100% поддерживает США, а просто скажем так... Понял, я понял. Вы знаете, какая штука? В Европе есть атлантические элиты, проамериканские, есть проевропейские, национально ориентированные. Причем, таких людей довольно много в европейских элитах. Проблема, однако, в том, что СМИ контролируют атлантисты. Поэтому, часто очень создаются впечатления, что просто Европа полностью легла под Соединенные Штаты. Это не совсем так. Но, действительно, нынешняя европейская верхушка это люди, которые смотрят в американскую сторону, даже если учить, что им Америка не очень нравится. Но, здесь есть серьезные различия в интересах, что нужно Евросоюзу от Украины, я уже говорил, и что нужно Соединенным Штатам. То есть, и кроме того, Евросоюз значительно в большей степени завязан на экономику России. В ближайшие 5-6 лет они совершенно никуда не денутся. А 5-6 лет это хороший срок для того, чтобы подготовиться к грядущим изменениям. Когда-то в 1931 году Сталин сказал, что за 10 лет мы должны пробежать Советский Союз тот путь, который западные страны прошли за сотню лет. Иначе нас через 10 лет со мной. Через 10 лет была война. За 10 лет Советский Союз решил проблему. Даже не за 10 лет. Уже в 1937 году Советский Союз добился промышленной автарки по отношению к Западу. Что касается Турции. Да, конечно, у Турции был и будет оставаться серьезный интерес к Крыму. Там был и будет некий очаг, который они могут использовать. Но дело в том, что у Турции есть свои отношения с Россией, которые она тоже портить не хочет. И, как показывают вообще события, Турции можно тоже проблемы создать. чем занимались успешно сирийцы и иранцы на голом месте из-за двух, всего лишь из-за двух деревьев, которые собирались вырубить. Они получили, сказать, по полной программе. Так что здесь понимаете, какая вещь. Вот внешняя политика отношения корпораций, государств, над национальных структур это вечная война, вечная борьба. Да, будут у нас с Турцией проблемы, будем их решать. Вот, например, некоторые интеллектуалы из Татарстана, они уже говорят крымским татарам, что нужно решать проблемы таким образом. Нужно исходить из того, что Россия это муж, Татарстан это старшая жена, крымские татары это младшая жена, и нужно исходить из этого, нужно замеряться и так далее. Да, конечно, проблемы будут, но все проблемы решаемы. Особенно если пятая колонна отсечена от средств массовой информации. Да, пожалуйста. Вот если сейчас в Украине создается славянская русофобская попытка, была ли Польша таким же аналогом, но на сотни лет раньше, была ли она специально создана как славянская русофобская польша, или речь посполитая, и в какое время это могло быть и такими сегодня? Вы знаете, речь посполитая, речь посполитая создавала, она возникла тогда, когда Россия вообще не воспринималась для Запада как угроза, и весь 16-17 век острой проблемы не было, хотя уже в конце 16 века на Западе появились две концепции установления контроля над Россией, одна в Священной Римской империи, а другую выдвинул Джон Ди в Англии, то есть такая католическая и протестантская, безусловно, вот этот кризис, который возник на Украине в феврале и проигрыш Майдана Януковичем, он создал ситуацию, за которую штаты, конечно, схватились, можно привезти своих людей, неонацисты нам пробьют брешь, и мы получим мощное антирусское государство, да, конечно, была такая задумка, но вот понятно, что из этого пока что ничего не получилось, во-первых, государство банкрот, у него нет вооруженных сил, но есть этот правый сектор Яроша, против него выйдут, так сказать, вооруженные люди на востоке и юго-востоке, самые главные люди на востоке и юго-востоке за последний месяц поняли, чего они не понимали еще даже в феврале, что их просто придут и будут убивать, и это очень изменило их отношение к ситуации, потому что человек, которому вчера показали эту полусумасшедшую, Фарион из Львова, который говорит, нужно вообще расстреливать этих оккупантов, ясно совершенно, если к тебе с этим придут, то Тимошенко потом уже может что угодно говорить и обещать что угодно, никто этому не поверит, ну и вообще этим людям нельзя поверить, они лгут постоянно совершенно. Первый вопрос, вот предложение из Китая и Шелкового пути, значит, Шелковый путь планируется как транспортный артерий, как вы упомянули, который не будет зависеть от морской державы, США и Великобритании, и соответственно, может ли вот эта вот сухобутная артерия сыграть как катализатор будущей мировой войны, как в свое время сыграла Багдадская железная дорога, Берлин, Берлин, Стамбул, Персидский залив, это первое. Второй вопрос, вот тоже, если мы говорим о первой, мы живем год столетия начала первой мировой войны и был такой великий деятель фонд Бисмарк, фонд Бисмарк, о котором вы говорили, вот как бы вы окарактеризовали его деятельность через призму того взгляда на историю, которой вы пользуетесь. И третий вопрос, сейчас очень часто появляется интервью бывшей главой службы натив Якома Кедми, который сейчас пользуется очень большой популярностью, и красной линией там идет о том, что Россия ведет войска на юго-восток Украины, это соответственно, только так может разрешиться кризис. Вот в свете того, о чем мы говорили, о том, что МОСАД, тот же натив активно работает на Украине, а высших разведчиков не бывает, как мы знаем. Как можно расценивать появление Кедми? Провокация? Трудно сказать. Я не знаю, это нужно влезть в шкуру Кедми. Я не берусь. Что касается Шелкового Пути, думаю, Шелковый Путь не может сыграть такой роли, как я могла сыграть БББ, если ее особенно с Транссивом соединили бы. Но это очень разные эпохи. Что касается Бисмарка, Бисмарк был очень хорош для Германии в 70-80-е годы, но каждый политик переживает свое время, и к чести Бисмарка нужно сказать, что он понял, что он пережил свое время. И когда за полгода до смерти его привезли в Гамбургский порт, он посмотрел на новые корабли, он сказал, да, это совершенно другая эпоха, я даже не беру эту эпоху не понимаю. У каждого политического деятеля есть свое время, которому он адекватен. Редко бывают деятели, которые адекватны более широкому периоду, потому что каждый живет в своем времени, как в своих джунглях. Экспансия германского капитала в весь мир, которая была в конце 19-го, начале 20-го века, это объективный процесс, а не просто приехать к азерам. Нет, конечно, это объективный процесс. Более того, не только экспансия германского капитала. Дело в том, что если посмотреть на демографический рост Германии, они же не случайно были зациклены на Леменсраум, в жизненном пространстве. Маленькая страна в центре Европы, относительно маленькая, и огромный демографический рост. Их распирало просто. С другой стороны, они смотрели, как плодятся славяне, и боялись, что эта волна пойдет. То есть, здесь было несколько вещей, в том числе, ну и проблему капитала безусловно. Время о том, что Ротшильд и Рокфеллер это, скажем так, не до конца высший эшелон вот этой вот экономической власти мировой, которая есть. Есть барухи и тому подобные. Что вы можете сказать, более высоких игроков, о барухах? И вот о книгах, есть ли книг, которые можно изучить? Вы знаете, книг таких нет. То, что я сказал о Ротшильд и о барухах, дело в том, что это гипотеза, это догадки. Я думаю, что я прав, но прямых доказательств мы вряд ли найдем, хотя, может быть, когда-то что-то и прояснится. но понятно совершенно, что мировая верхушка устроена особым образом, что там свои правила и что реальные люди, которые реально руководят этим процессом, они по логике никогда не должны осветиться. И то, что нам так упорно подсовывают, действительно, у них есть реальные проблемы противоечия. Ротшильд и Фарракфеллер говорит лишний раз о том, что есть нечто, что за этим скрывается и что это часть правды, но далеко не вся. Так устроена любая совершенно власть, и так в общем, в принципе, так и должно быть. Мы же не судим с вами по американскому классу, правящему по Обаме и по, скажем, даже по Бушам, хотя, конечно, Обама Бушам неровнее. Это можно отнести к какому-то западному классу. Такое ощущение у меня складывается, что все-таки миром больше управляет западные какие-то элиты. Ну, это мое. Есть ли в нашей российской действительности какие-то силы, скажем так, может быть, они сотрудничают с Китаем, с какими-то другими азиатскими. Я понял ваш вопрос. Я таких сил, я таких сил не слышал. Думаю, что таких сил нет. Потому что Россия за последние 300 лет ее элита никогда за исключением очень короткого периода советского никогда не играла в глобальные игры. Если я ошибаюсь, я буду счастлив. Если у нас есть какие-то скрытые глобальные игроки, но не чувствуется их присутствие, не фиксируется нигде. Поэтому я очень сомневаюсь, что они есть. Кроме того, у нас, собственно, у нашей элиты не было времени выучиться играть в глобальные игры. Потому что русская дореволюционная элита никогда не контролировала глобальные финансовые потоки. Она проигрывала глобальную информационную войну. То есть, она реагировала. У нас был период, когда мы не реагировали с 25-го по карибский кризис. А вот потом наступила эпоха реагирования. То, что я сказал о ситуации 68-го года. К сожалению, нет. Может быть, когда-нибудь появится. В продолжение предыдущего вопроса возник тоже вопрос. Вот момент смены власти в России. Ельцин, приход Путин. Кто стоит за Путином? То есть, если Ельцин был ставленник англосаксом, то Путин пришел как бы и вот с Путиным началось усиление России. Я не знаю, кто стоит за Путиным, но думаю, что это вопрос такой же. Кто стоял за Сталиным? Сталин пришел как наследник Ленина, но к 39-му году всю Ленинскую гвардию, вся Ленинская гвардия исчезла. Кто стоял за Сталиным? Ну, дело в том, что Сталин сделал себя сам в очень благоприятных условиях. Это была игра. Или ты проигрываешь и гибнешь, или ты выигрываешь. То есть, вот в этой борьбе сошлись несколько сил. Скажем, понятно, кто стоял за Троцким. Это левые глобалисты и отчасти финнтервы. За Сталиным в лучшем случае стояли люди, можно такую гипотезу сформулировать, стояли люди из разведки и контрразведки имперской России, которые очень активны были и без них Сталину трудно было бы решить те проблемы, которые он решал. Вы имеете в виду, какая социальная сила стоит за Путиным? Возможно, какие-то не знаю, у меня нет впечатления, что за Путиным какие-то стоят такие мощные элиты, потому что если бы эти мощные элиты стояли, он бы действовал значительно активнее. То, как осторожно он действует, лишний раз говорит о том, что это такая очень игра непростая. То есть, люди, за которыми стоят мощные, вот Обама, за ним стоят некие кланы. Другое дело, что ему противостоят мощные кланы, но по Обаме видно, что за ним стоят, как говорил Леголас в фильме по Толкину, их подгоняет злая воля. Вот видно, что Обама подгоняет злая воля. Понятно, что за ним стоят определенные финансовые группы. Понятно, кто стоял там за бушами. Там все совершенно понятно. Русская, советская элита была сконструирована так, что за ней стояла Коммунистическая партия Советского Союза и советский народ. Потом это все исчезло. Я думаю, что мы как раз сейчас находимся, наша элита находится в процессе формирования. И любая, кстати, элита формируется лучше всего в условиях кризиса. Я очень надеюсь, что кризис в наших отношениях с западом позволит сформировать определенную южную часть элиты, которая будет уже не пораженческой, как элита 90-х годов, а совсем-совсем другая. Я впервые о елоустонском супервулкане узнал в 60-х, годы я читал в журнале «Наука и жизнь» статью о заповеднике. Ну и там вскользь было сказано, что люди, которые гуляют по этому чудному заповеднику, не знают, что он в любой момент может там взлететь и так далее. Из той информации, которую я почерпнул из интернета и я успел переговорить с своими знакомыми геофизиками, значит, взрыв этого супервулкана не минуем совершенно. Называются разные даты, крайние, 2016-2074, это тысяча атомных бомб, значит, последний крупный взрыв такого рода был в 545 году нашей эры, это был взрыв в 100 атомных бомб, взорвался супервулкан, который был между Суматрой и Явой, по-видимому, они были одним островом, значит, этот взрыв привел к тому, что, судя по византийским и китайским летописям, 18 месяцев над землей стояли пепельные облака, шли дожди, был недород, и, по сути дела, именно этот, вот этот геоклиматическая нестабильность, она окончательно и похоронила, так сказать, древний мир, и очень показательно, что, ну, скажем, ослабли Византии и Иран, и я согласен с теми исследованиями, которые говорят, что ислам поднялся, а подъем ислама начался в 7 веке, а закончился в середину 8 века, 737 год, битва при Пуатье, это арабам поставили, так сказать, на западе предел, и Таласская битва 751 года, когда тюрки и арабы разбили китайцев, но это была первая победа, дальше арабы уже не могли продвинуться. 750 год, это окончание геоклиматической нестабильности в Евразии, и, в общем-то, совпала вот эта экспансия, ислама, с геоклиматической нестабильностью, то есть, взрыв всего сотни атомных бомб привел к таким последствиям. Что такое будет тысяча атомных бомб, это совершенно не понятно, но ясно совершенно, что это не уничтожит жизнь на планете, но парадоксальным образом это может решить для западной верхушки ту проблему, которую она никак не может решить. Сокращение населения планеты, главная цель западной верхушки, сокращение населения планеты на 80%, то есть, не до одного миллиарда, нужно, чтобы работал, вот, и в этих условиях нужно позаботиться будет только о бункерах, где можно будет 5-6 лет, 5-6-7 лет прожить, и потом выйти, сказать, наружу и существовать, то есть, это может быть решением, но дело в том, что, конечно, тряхнуть может так, что никакие бункеры не помогут, ведь черная чума, черная смерть середине 14 века, она косила не только низы, она косила и верхушку, и спит, косит, не только низы, но и верхушку он тоже косит, то есть, трудно убежать от бумеранга размером, так сказать, с астероид, но понятно совершенно, что взрыв супервулкана в Елоустине совершенно изменит траекторию развития цивилизации, потому что в условиях холода кто читал романы Тормашова? Ну, у него серия романов и последний цикл у него называется «Холод», очень рекомендую, спецназовец пишет замечательные романы, ну, скажем, конечно, Гера и этот самый Маркеев пишут круче, но я очень рекомендую почитать Тормашова, вот, в условиях холода капитализм невозможен, в условиях холода возможна только мобилизационная экономика с очень жесткой иерархической структурой, с очень жестким контролем распределения ресурсов и собственность таких условий решает немного власть и многие другие вещи, то есть, в принципе, взрыв супервулкана, если он произойдет, но это будет очень существенное изменение, потому что если изменение температуры среднего падения на 15-20 градусов, я думаю, на 50 не произойдет, как некоторые геологи говорят, это уж чересчур круто, вот, но 15-20 вполне хватит, мало никому не покажется. извините, а что тогда в этом ключе думать о существующем проекте переселения вот там из-за ну, дело в том, что, да, тогда этот проект подвисает, потому что он заточен под окончание Гольфстрима, но дело в том, что Гольфстрим может закончиться значительно раньше, чем шарахнет супервулкан, то есть, мы здесь вступаем вот в такую кризисную зону, где появляется очень много неизвестных факторов, которые, бог бросил кости, все по-другому, готовились к одному, вышел к другому, но то, что западные верхушки будут всерьез готовиться к Елоустону, у меня сомнений никаких нет, по крайней мере, уже прошла в интернете информация, что американцы ведут с правительством ЮАР переговоры о выделении некой резервной территории, за которую они будут платить 10 миллиардов в год, ЮАР это чудное совершенно место, там хороший климат и очень похож, кстати, на, там не жарко, это и типа Соединенных Штатов, это так же, как вот Уругвай, Парагвай, юг Бразилии, Аргентина, туда подальше, от экватора, вот, так что, это очень серьезная проблема, над которой и обратить внимание, в общем-то, прошла информация, информация сенсационная, но вот, как-то вот, не, 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 они не особо говорят и пишут, потому что, в принципе, ведь вообще-то, страшноватая ситуация, ясно, что она может, может породить панику, так что, вот, это то, что может вообще просто вот изменить ситуацию, вот, и, не так много возможностей, адаптироваться к этому кризису, далеко не у всех, вот, так что, повторяю, для верхушки, это может решить некие проблемы, но, может решить вместе с верхушкой, вот, и выживут совсем, и выживут совсем, совсем другие, то есть, вот, джокер выскочит. Как вы думаете, есть вероятность того, что климатическая катастрофа в Йеллоустоне будет спорцирована искусственно, например, заложением какой-нибудь бомбы туда, чтобы именно в какой-то конкретный час это произошло? Нет, вы знаете, Йеллоустонский супервулкан, ну, настолько мощная штука, я не знаю, по моей информации, таких средств, которые могут столкнуть Йеллоустонский супервулкан, нет, и потом, это очень опасная штука, а если он ударит, а если он ударит в другую сторону, нет, это, вы знаете, это такая русская рулетка, то, что называют, да, пожалуйста. Я хотел бы украли один вопрос, а почему Фирташа взяли? Фирташа, почему взяли? Ой, вы знаете, вот, я не берусь отвечать на этот вопрос, потому что, вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно очень хорошо, четко знать все завязки Фирташа, на, вот точно, какие у него завязки есть в России, какие завязки есть на Ротшильдов, ну, ясно совершенно, что Фирташ не друг гражданки Тимошенко, вот это совершенно понятно, а дальше, это вот, это вопрос из разряда таких, на которые нужно иметь инсайдерскую информацию, может быть, у спецслужб она есть, у меня нет. Да, тоже все-таки, возвращаясь к Украине, понятно, да, что вопрос сегодняшнего дня, это вопрос федерализации, это, грубо говоря, плана, а каким может быть план Б, если федерализация не удастся, при условии же нужно избежать. Если федерализация не удастся, будет гражданская война у них, вяло текущая или быстро текущая, ясно совершенно, что восток и юго-восток не сложат оружие, я думаю, добрые люди, я думаю, что добрые люди оружием помогут, но дело в том, что, понимаете, какая штука, что могут сделать, что могут сделать бандеровцы, ясно совершенно, частные военные компании туда бросить, они уже есть, албанские наемники, тоже могут быть, но я думаю, что есть разные средства, которым можно ответить. С восточными регионами, возможно, преднестровский сценарий? Не знаю. Преднестровье, это компактная, небольшая область. Восток, это промышленный район, это огромная территория, с которой, с которой вот так вот не выйдет. Это не Абхазия и не Осетия. Вот. Но, опять же, понимаете, какая вещь? Эти вопросы решаются не только вот на Украине. Ну, хорошо, что восточная Украина, то есть это, так сказать, русские люди, решили насмерть биться. Вот. Но очень многое зависит от того, как договорятся, так сказать, мировые игроки. Ясно совершенно, что лучше там, если произойдет федерализация и не будет никакой гражданской войны. Другое дело, что для хунты федерализация, это крышка, это кирдык. Но дело в том, что хозяева могут решить, что вот этих лучше выгнать. Они тупые и их нужно погнать и лучше, сказать, договориться, договориться как-то по-другому. Вот сейчас, вот как в Сирии, не получилось в какой-то момент, ну, отступили, будем работать дальше. Тем более, ситуация для Запада, так сказать, неблагоприятная и они сейчас пережевывают феномен Путина, потому что они этого не ожидали. А им вот такой сюрприз преподнесла Россия. И это лишний раз свидетельствует о том, что правильно они опасаются России. Правильно. Потому что здесь всегда может возникнуть нечто, совершенно не укладывающее, если сказать, в их схемы. Какая ситуация получается? Потому что, с одной стороны, нам говорят, то, что войска могут быть введены только с мандата ООН, но с другой стороны, было заявление о том, что если начнется кровопролитие, то Россия не останется в стране. И как бы, ну, из третий же момент мы видим то, что когда вот нас в ООН вообще не поддерживают, то, что Виталий Чуркин пытается выносить на обсуждение Совета Безопасности, и он остается как бы один в лице России, и мировое сообщество не поддерживает вообще лица. Ну, ну, не поддерживает, ну и что? Ну, не поддерживает. И мы вообще существуем не для того, чтобы нравиться мировому сообществу. Это понятно, но вот заявление, то, что мы введем войска только после мандата ООН, и вот, но в итоге, получается, если настанет вот эта критическая ситуация... Я повторяю, есть, есть много, есть много других способов. В 1956 году, когда был Суэцкий кризис, Хрущев объяснил, англо-французам и израильтянам, что Советский Союз, конечно, не будет вмешиваться, если, конечно, те там ядерным оружием не перестанут, перестанут грозить. Но он сказал, мы не можем гарантировать, что не появятся десятки тысяч добровольцев, которые, сказать, вот пойдут спасать братский арабский народ. Мы, как государство, ничего не будем делать, добровольцы пойдут. Вот. Всякие, повторяю, есть всякие совершенно возможности. У нас, я знаю людей, которые воевали в Сербии, всякие будут возможности. Понимаете, какая вещь? Ясно совершенно, что вот на данном этапе, по крайней мере, натовцы военную агрессию не предпримут. Там будут бывать частные военные компании. Ну, на частные военные компании, всегда можно найти ответы. Самое главное, при столкновении с частной военной компанией должно быть жесткое правило. Наемников в плен не берут. Вопрос глубоко конспирологический. Учитывая главенство информации сегодня в мире, хочется спросить о том самолете, который упал в Малайзии, как раз, что интересно, в разгарах крымских событий. И окончательно о нем забыли как раз в день объявления санкций России. Вот можно ли говорить о том, что этот самолет вполне случайный? Ну, во-первых, мы не знаем, упал он или не упал, или его где-то посадили. Это раз. Во-вторых, я думаю, что все-таки совпадение с крымскими событиями это случайность. Я думаю, что история с самолетом это своя очень-очень хитрая история. Я видел несколько публикаций интересных в интернете, и ни одна из них не объясняет ситуацию адекватно, но меня очень впечатлил список патентов тех 20 специалистов, которые летели на этом самолете. Вообще, странно, конечно, как они двадцатером там собрались, но вот с той публикацией, которую я видел, там просто список патентов военная сфера, ядерная сфера, управление психологией человека, то есть вот эти 20 человек, которые летели, исчезли, ну, это клад для любой транснациональной корпорации или крупного государства. Если этих людей заставить работать или наоборот не дать им куда-то, так сказать, приземлиться, да, это вот, это серьезная штука. И обратите внимание, как бросились искать все этот самолет. Ну, мол, там самолетов падают, но его искали так, чтобы просто вообще жило рвали. Так что по самолету ничего не могу сказать. Очень темная, очень темная история. Вот, может быть, может быть, когда-нибудь мы об этом узнаем. В Крыму находится более 10 тысяч солдат, которые приняли присягу Украинской Украинской республики. Возможно ли использование этой армии под руководством президента Велоковича? Не знаю, хороший ход. Нет, юридически, думаю, вполне возможно. Вопрос, так сказать, практически, как это реализовать. Юридически я ничего невозможного в этом не вижу. Будет ли в этом случае эта армия российская или украинская? Понятно, что для Запада она будет российской с самого начала. С точки зрения юридической она, конечно, будет с нашей. Мы же не признали, для нас до сих пор президент Янукович Украины. Значит, для нас это украинская армия. То есть, здесь позиция такая, Запад не признает Януковича, он признает Хунту. Мы не признаем Хунту, мы признаем Януковича. То есть, вопрос будет решаться, кто сильнее. Я обратил внимание на то, что было указано специально, что эти солдаты не принимали российскую присягу. Нет, это очень хорошо. Это грамотный очень ход. 10 тысяч солдат и офицеров могут решить вполне проблему нынешней Украины. Уже этот правый сектор они придавят элементарно совершенно. Андрей Ильич, вы сказали, что Украина не жизнеспособное государство за рамками советского проекта. В то же время у нее довольно мощный экономический потенциал для сельского хозяйства, то есть, советское наследие в плане промышленности. Прокомментируйте, пожалуйста. Дело в том, что она была завязана на весь Советский Союз. Она сама существовать не может. При том, что у нас оставались какие-то связи, но многие связи были обрублены. В качестве Украины она может быть для Запада интересна только как сырьевая зона, источник женского тела, источник органов на продажу. То есть, она нормально могла функционировать только когда она часть промышленного комплекса Советского Союза. Ведь смотрите, что так, что произошло в 30-е годы. На конец 20-х, начало 30-х годов сколько было мировых промышленных узлов? Три. Бирмингемский, Пенсильванский и третий, сейчас забыл где. И вдруг в конце 30-го года Донецкий, Донецкая это вот зона, Донецкая, Днепропетровская и Урал, Урал-Сибирь. То есть, это мощнейшая зона, но эта мощнейшая зона, она была вся ориентирована на Советский Союз и существовала как часть Советского Союза. Разрушился Советский Союз и при той системе, которая возникла на Украине, Украина все-таки не Россия, все это пошло пошло прахом. А вот Белоруссия, где совершенно другая социально-политическая система, ну вот Белоруссия значительно более бедная страна и по ресурсам, и по населению, и по возможностям. Но вы сравните Киев и Минск, это совершенно, там аура у этих городов разная. Я вот был одновременно, так получилось, что в прошлом летом я ездил в Киев делать фильм на Пятом Порошенковском канале, фильм о будущем, и в Белоруссии читал лекции. Ну, конечно, Минск не выглядит таким шикарным, там нет крещатика, но Минск чистый город, где, ну вот, дышится свободно. А вот в Киеве меня не ощущало, сказать, я человек очень толстокожий, но тем не менее, меня не покидало ощущение какой-то вот, сказать, такой вот тревоги, вот что-то такое в воздухе было разлито. И даже центр города был довольно запущен, грязно. Вот. Так что, вот это вот разница в этом. Я еще пошире хочу спросить, относительно таможенного союза и вступления в ВТО. Да, да, ВТО. Просто в связи с этими событиями, которые у нас украиня, и так называемыми санкциями, я тоже вижу противоречия. ВТО и таможенный союз, там есть возможность неразвития того, что хотят сделать Белоруссия, Россия, Казахстан. Вот что вы скажете о дальнейших действиях и судьбе этого союза, как он будет двигаться. Вы знаете, таможенный... Дело в том, что интеграция больших пространств вещь закономерная. Дело в том, что Евразия, Северная Евразия, она была всегда интегрирована либо Российской империи, либо Советская империя. Это не потому, что захотели цари или захотели большевики. Есть логика развития больших пространств. Либо они интегрируются, либо туда приходят чужие хищники и это все, так сказать, расхватывают. То, что Евразия так долго, Северная Евразия находилась сначала в рамках самодержавной России, потом в рамках Советского Союза, это закономерность. Я думаю, что процессы реинтеграции по мере, особенно, обострения наших отношений с Западом, они будут развиваться. Как конкретно будут устраняться причины, не знаю. Я не думаю, что это будет легкий процесс, но то, что альтернативы реинтеграции нет, у меня сомнений никаких нет. Единственное, что можно противопоставить глобальной системе, это крупные импероподобные образования, только слово империя, не надо бояться, я же говорю не об империях, а об импероподобных образованиях. То есть, население, миллионов 250-300, очень мощный военно-промышленный комплекс, мощная спецслужба, мощная армия, мощный научный истеблишмент, состоящий не из профессоров, зубовых, а совсем других людей. Вот это то, что нужно. Но как долго продлится процесс реинтеграции? Значит, смотрите, Советский Союз реинтегрировал некое пространство и создал социалистический лагерь, въехав, кстати, в значительной степени не свою зону. Я, например, считаю, что интеграция Западной Украины в Советский Союз была ошибка. Нельзя глотать то, что не можешь переварить. Западную Украину нужно было подарить Польше. Пусть бы они любили друг друга. У них масса всяких отношений, начиная с Волынской резни. Пусть бы они выясняли эти отношения. Не надо было заглатывать Западную Украину. Я понимаю, какие тактические геополитические соображения были у Сталина. Но так тактически они были верны, а стратегически они оказались ошибочными. Хотя нам сегодняшнего легко судить. Потому что мы знаем результат. А в ныне часто очень бывает то, что кажется верным сегодня, оказывается неверным в длительной перспективе. Я думаю, что альтернатива реинтеграции очень простая. Захват пространства транснациональными корпорациями между так называемым международным сообществом. Либо оно будет реинтегрировано и мы будем сами его хозяевами. Либо сюда придут хозяйничать совсем-совсем другие люди. Поэтому нам нужно, чтобы была броня крепкая и танки наши быстро. Почему же тогда заключается такое очень медленное движение к реинтеграции? Потому что, как мы все знаем, были подписаны 17 базов соглашений к тому же на Сейзе, но ни одной из них не было. Вы правы. Действительно, можно подписать все, что угодно. Я и сказал, процессы идут медленно, сложно. В бюрократических системах вообще идут процессы все очень сложные. Во-вторых, далеко не все из бюрократии, которая осталась как в качестве ельцинского наследства, они горят положить жизнь свою за реинтеграцию. Я повторяю, процесс будет длительным и сложным, но, как говорится, не было бы счастья до несчастья помогло. Может быть, нынешняя ситуация его ускорит. Мне в этом отношении понравились несколько плакатов, которые в интернете появились по поводу влияния решений. Да вы садитесь, пожалуйста. Решение Обамы на этот процесс, но больше всего у него понравился плакат, где злое лицо Тимошенко говорит, вернем Крым, рядом портрет Путина. Спасибо, Крым вернули, верните остального. Что вы еще хотели спросить? И скажем так, чем думают те или иные политические элиты, когда создают, скажем, проводят процесс реинтеграции с учетом того, что в мировой истории нет ни одного проекта интеграционного, который основался бы на, грубо говоря, экономической цвесабрации. Вот ты сегодня мой портрет, давай сегодня будем с тобой торговать. А Евросоюз разве там не было? Там разве была только политическая? Да, там политическая военная бежала впереди, но там была и экономическая, так сказать, составляющая в Евросоюзе. Ну, скажем, там было еще нескольких культурологических аспектов. Насчет культурологии я не склонен преувеличивать значение вообще, сказать, культуры, расы там и так далее, потому что, скажем, немцам ничего не, так сказать, не препятствовало. Они взяли, объявили японцев почетными арийцами, а русских, например, там, недочеловеками, хотя русские белые, а японцы не белые. Вот. Так что все-таки фактора культуры не стоит, сказать, преувеличивать, хотя они играют очень большую роль. Насчет экономических вещей я думаю, все-таки, что в создании Евросоюза экономика играла большую роль. То, что Евросоюз сейчас это экономическая игра в большей степени, чем политическая, это как раз говорит вот о, так сказать, об этих всех вещах. А вы не видите то, что в Европе сейчас обострились противоречия между Атлантической тире Брюссельской бюрократией, элитой, да? И промышленный капитал той же Германии они будут обостряться. Перспективный, когда это вылится, какой-то, я не знаю. Нет, ну, когда вылится. Вы знаете, какая штука? Я думаю, что де-факто Евросоюз превратится в нечто другое очень быстро. Там будет ядро империи Карла Великого, то есть Франция, Германия, Север Италии. Вот это будет ядро. Ну и все остальные, кто, так сказать, погулять вышел. Там противоречия будут нарастать, но я думаю, что самые серьезные противоречия не между атлантическим элитным и промышленным капиталом. Есть покруче вещь. Это масса населения из Азии, Африки, Латинской Америки молодого, бедного, мусульманского в основном. И старое, сытое население, которое не может сохранить ни расовую идентичность, ни культурную идентичность, ни религиозную идентичность, которых просто приходи и бери голыми руками. Вот это значительно более серьезная вещь. Кстати, у меня есть один знакомый, который живет на Западе, он такой серьезный аналитик. У него от первого брака ребенок 16 лет, а от второго 6. И он говорит, что, по его мнению, к сожалению, ребенок, которому 16 лет, это будет последнее человеческое поколение на Западе, от которой 6 лет, это будет типизированный, связанный с компьютером и так далее, и так далее. И это еще одна проблема, для Запада, которой не будет ни у латиноамериканцев, ни у нас, потому что у нас все поломают, пропьют, и слава Богу. Вот. Ни в Африке, ни у арабов ее тоже не будет. То есть, к сожалению, над белой расой состоится какой-то эксперимент. Кстати, я всем очень советую книгу, я сейчас забыл автора, Ферли, по-моему, название вы запомните, «Homo erectus бродит среди нас». Под заголовок «Конец белой расы». Она переведена на русский язык, продается у нас. «Homo erectus бродит среди нас». Мне ее рекомендовал купить, я ее пропустил, к сожалению. Мне ее порекомендовал купить один психиатр из очень серьезной закрытой структуры, для которых сейчас это одна из настольных книг. Путин и вот все смежные вопросы там мобилизационная экономика, и вот сейчас на Западе очень сильно разгорнута антисталинская антирусская антирусская, потому что сейчас, извините, я вас перебью. Дело в том, что любая критика Советского Союза и Сталина это в конечном счете критика России. Поскреби любого советофоба, ты найдешь русофоба. Просто в последнее время заметил такие настроения в России. Очень часто стараюсь вспоминать Сталина. В России все было хорошо, все было здорово, и вот на Западе идет но это это понятно. Дело в том, это понятно, почему этот процесс идет. Дело в том, что по своему целеполаганию современная западная элита очень ее целеполагание напоминает целеполагание нацистской третьего рейха. Нынешний, например, новый премьер-министр Франции очень интересный персонаж. Я очень рекомендую на сайте фонд стратегической культуры. о нем посмотреть статью Четверяковой. Он вообще сказал, слово социализм это 19 век, надо об этом забыть. Есть либеральная экономика, и ясно совершенно, что единственный успешный опыт альтернативный глобальному либеральному проекту это советский проект, который отождествляется со Сталином. поэтому нужно во-первых, этот проект уравнять с гитлеровским, спрятать Гитлера в Сталине, что вот я думаю, что придет время, через 10-12 лет Гитлера будут изображать жертвы сталинизма. И кроме того, нужно помнить, что Третий Рейх это был общий западный проект. Он решал проблемы для Запада. Не случайно Ялмар Шахт в 30-м году, когда он писал письма европейским банкирам, чтобы они поддержали Гитлера, он говорил, Гитлер сделает очень важную вещь, он разрушит национальное государство в Европе и создаст Венецию размером с Европу. То есть Гитлер создал действительно первый Евросоюз. Ну попутно еще Советскому Союзу там врежет, потом мы с ним покончим. Но Гитлер значительно ближе для европейцев, чем Сталин. Я повторюсь, Сталин это одновременно системный антикапитализм и это мощная Россия. И Сталин три раза сорвал планы глобалистов по уничтожению России. Первый раз, когда прикончил проект Мировая революция и создал и в рамках доктрины социализм в одной отдельной за этой стране создал Красную империю. Второй раз, когда разгромил Гитлера и в третий раз, когда уже в начале 50-х годов у нас появилась сначала одна бомба, вторая бомба. Кстати, мало кто знает, первое испытание водородной бомбы у нас было назначено на 5 марта 1953 года. Но оно состояло значительно позже, потому что было не для того. То есть у нас появилось все то, с чем Западу пришлось считаться. Ему пришлось 40 лет работать над тем, чтобы создать у нас те силы, которые были бы заинтересованы в сломе Советского Союза. И это не просто Горбачев и еще пара, тройка персонажей такого типа. Это был некий слой, который был в этом заинтересован. Так что в этом отношении их отношение к Сталину совершенно понятно. Так же, как и понятно отношение тех людей у нас в России, которые видят в сталинской эпохе пик могущества. Хотя идеализировать сталинскую эпоху не надо, так же, как и демонизировать. В этом отношении, когда Киссинджер стал госсекретарем США, его спросили, скажите, вы совершите ошибки в ваших предшествиях? Он сказал, ни в коем случае, мы совершим свои ошибки. У Сталина хватало ошибок, как у любого политического деятеля. Но что нужно признать? Сталинская эпоха это пик могущества исторической России, как бы она ни называлась. Как, повторяю, Бжизинский говорил, как бы ни называлась, это все равно Россия. Поэтому естественный инстинкт людей, нормальных здравомыслящих, которые особенно сравнивают сталинскую эпоху с тем, что было в ельцинские времена, ну, понятно совершенно, где рывок, а где не очень. Все. Я всем рекомендую по материалам Украины почитайте Владимира Матвеева. Моссад не случайно угрожает ему украинские олигархи. Это очень серьезный человек. Владимир Матвеев, наберите его в интернете, у него очень-очень много материалов. и тех, кого интересует тематика Европы, белая раса и так далее, вот эта книжка Ферле, автор «Homo erectus бродит среди нас». Значит, там какая-то обезьяна в цилиндре, вот, и у нас же вообще теперь ситуация, когда Обама, президент в Соединенных Штатах, у нас и шутить на эту тему нельзя, то тут роднина выложила какой-то, так сказать, там, да, с бананом, и уже там люди восприняли это как нечто, но меня радует настроение Обамы, я видел, когда он встречался с Яценюком, и когда он так отбрехился от него, протягивал ему руку, не глядя на него, и вид у него был вообще так, вот его можно в качестве иллюстрации отречения Наполеона фонтамбло, видно было совершенно, что ситуация совсем не так развивается, как она должна бы развиваться, так что посмотрим, я по крайней мере очень рад, что я ошибся, я честно говоря в начале февраля не думал, что мы можем так здорово врезать, защищая свои интересы, вот все-таки врезали, и я до этого дожил, хорошо.